приветствую всех на своем канале мы с вами в эстонии на базе и что сегодня будет происходить сейчас наберет машина воздуха чтобы она а вот быстренько за забором от базы тут буквально вот в 10 метрах у меня сейчас будет загрузка и будет обзор нового прицепа сам прицеп не новый но для меня он в новинку и вы сейчас поймете о чем я будет у нас распаковка так сказать по факту поехали и вот это у меня здание с правой стороны с но сейчас я проверь ну да тут принципе больше не куда-то ехать и я так понимаю заезд здесь у них один и Как всегда, пойду кого-то искать. Что ж, у нас с виду обычный шмидц синего цвета, будет он мне на две недели. С виду обычный, но сейчас вы поймете, что он не совсем обычный у нас. Снимаю ремни, как всегда, все прикоревшее, прикоревшее, заржавевшее, но прицеп стоял долговато. Долговато он стоял. Колеса в нем закрутились, и то хорошо. Поэтому пока я возле базы сегодня до парома, то у меня есть время найти и устранить все неполадки. Так, где ты тут вынимаешься? А, вот он. Опа. А вот он и сюрприз. Как видите, насколько много выходит стойка, и это неспроста, так как у нас подымается вверх все стойки, вся крыша. Тент неплохо едет. Как-то уже радует. Я у нас на фирме таких не встречал. Я знаю, что Кауритель компания работает с такими прицепами. У них у всех они почти бортовые. Ну, а этот, может быть, один такой, я не знаю. Ну, борты четенько открываются. Но он довольно-таки такой, я бы не сказал бы, что он старый. Ну, или просто, может, не заезженный. В общем, пока что все вроде бы хорошо. Если стойки еще будут отлично отсоединяться... Ох, как! Стойки вот этот... Выставляем им в высоту, когда выставляемся в высоту этого самого крыши. Но здесь кто-то поленился когда-то где-то вставлять. Она должна где-то наверху, чтобы так вот стойка не выпадала вниз. Так, стойки... Стойки движутся, отлично. Так, третий борт у нас. Так, здесь у нас немножко согнуто. Кто-то варвар какой-то согнул. Так... Вот так у нас все. Опачки! В чем еще была причина замена прицепа и вообще, почему я приехал в Эстонию? Мне нужен был ровный пол. У меня сорвалась загрузка. Точнее, не сорвалась. Я приехал на фирму, мне сказали, едьте нахрен отсюда. То есть, как помните, у нас на фирме все прицепы, которые где-то попадали мне в кадр, у них такие вот бортики здесь стоят. По краю. И при погрузке гипса, в общем, гипс ломается. И погрузчик не может высунуть вилы. И все. Поэтому я приехал на базу, потому что у меня вот на ровный пол с бортами, с гидравлическим подъемом крыши. И мне нужно его проверить, вообще поднимается ли он на меня. Значит, у нас вот такое управление. По-моему, сейчас вот вверх. И нам... Ага, здесь нет перед-зад. У нас есть только лево-право, я так понимаю, да? Значит, нужно задние ворота. Задние ворота нужно открывать. Откроем задние ворота. Так, насколько я помню, верхний козырек не обязательно откидывать при подъеме крыши. Главное, чтобы ворота были открыты. Так. Или нужно? Ладно, сейчас проверим вообще, работает ли у меня это все дело. Привет. Привет. Ага. А, на улице все сие. Маленькие пачки все равно. А, маленькие пачки? Угу. То есть высота ничего не надо, да? Ясно. А то новый прицеп получил, не знаю, что работает, что не работает. Как-то оно должно работать. На это попробую зажигание в руке. Подъемный у меня мост также имеется. Так, ну здесь что-то у нас не фурычит. Не фурычит. А, хотя нет, это не должно никак влиять в нас. А почему же ты не работаешь? Ну, надо будет механикам вопрос задать. Так, вот у нас ленивец. И у нас есть еще что-то здесь. Еще какой-то есть рычажок. Уровень чего-то там. Вот это я не знаю, что это за оно. Ну-ка, расскажите, что это такое. Замки все были соржавевшие. Я взял эту самую пшикалку. Попшикал некоторое. Ну и сейчас по факту высчитаю, сколько нужно будет на базе. Мне еще добрать замков. Ремней хватает. Здесь ремни вот скрученные еще в ящике лежат, я видел. То есть мне ремней предостаточно. А вот замков маловато, плюс половина из них уже не функционирует. Я специально откидывал сюда, на эту сторону. Те, которым уже вообще хана, я их попшикал, но уже там они уже даже, ну, то есть проскакивают. Они стерты просто-напросто от старости. По возможности, конечно, ну это маловероятно. Может быть, у нас на базе будут такие замки большие. Парочку, конечно, бы я хотел бы таких замков. Вот так. Я раньше работал с прицепами, которые была гидравлика, но вот просто там, вот мы выставляли, на всех прицепах такое было. Это были шведские прицепы под логистикой. Выставляешь вверх-вниз, из кнопки они работали там. Я не помню, только с включенным зажиганием или без включенного. Но явно никак это не связано с тем, что машину нужно заводить. Но! Вдруг, вдруг, но я попробую завести. Нет, ничего не происходит. Значит, помимо загрузки, поедем мы с вами на мойку, потому что, как видите, тягач в ужасном состоянии. Плюс мне сделают свет. У меня потухла дуга. Потухли верхние фонарики мне. Зеркало посмотрят, смогут ли... А! Да, кстати. Зеркало мало кто заметил вообще, что оно у меня тюнингованное. И причину давайте, ребят, я вам чуть позже расскажу, когда его будут делать, если сделают его. Так что, мероприятий на сегодня много. Не переключайтесь. Постараюсь, как всегда, все по делу. Не тянуть кота за яйца. Досочек у меня вот маловато. Я, наверное, попробую себе еще раздобыть досок. Как бы хотя бы, чтобы у меня было по две на сторону. А так у меня нету по две на сторону. С этой стороны у меня вообще только получается вот по одной. Спереди было две. И здесь вот две. Итого мне нужно раз, два, три, четыре, пять. Сбился. Раз, два, три, четыре, пять. Пять досок. Желательно. Так как борты, мне не обязательно, чтобы было по три баски. Баски. Все. Да. Вы поняли. Так, ребят, главное еще проблема, которая у меня произошла, это потеря крышки. Я когда это обнаружил, я обнаружил по пятну солярки, которая у меня пошла по стороне. Так, что-то там у меня происходит. Пожалуйста. Пока что ничего у меня не происходит. Обнаружил я это, значит, в Норвегии. Естественно, за день до этого я заправлялся. Полные баки. Ну и 80, я думаю, процентов того, что я тупо сам про нее забыл. То есть, как это происходило. Заправлял я сразу два бака. То есть, вначале заправил я этот бак. Потом кнопкой на пистолете я переключился и побежал на тот бак. И там он не сработал. И я забыл про этот бак и начал там заново карточку вставлять и включать ту колонку, получается. И все, я заправил тот бак. И потом про этот я так, походу, и забыл. А 20% то, что у меня ее просто спиздили. Кто-то ночью подъехал, как вариант. Ему конкретно нужна была крышка для скани. Он с этой целью на стоянку заезжал, так как стояли почти одни скани. И он проверил, что у меня вот этот вот, ой, замок не закручен. То есть, он у меня всегда был открыт. И у меня просто ее рубанули. Ну, это 20%. 80% грешу на себя. Едет ко мне первая пачка. Тяжелая, да? Оценил я вот эти дырки. Огромное количество под углом тоже. Ну, я раньше таких не встречал. То есть, это очень классно. У вас всегда спокойно вы можете просунуть везде ремень. Вам не борты, ничего не мешают. И грузом это дело тоже как бы не заставят. Ну, контролировать этот моментик нужно. И все, и отлично. Просто шикарно. Оказывается, еще одна пачка ко мне наверх ездит. Только вот на какой верх? Сюда, я понял. Одна сюда только, да, наверх? Одна сюда, наверно, будет получше. О! Отлично! Так, опять же это любое уборство. О! Сейчас. вот теперь нужно еще четыре уголка не потерял я чуть камеру шапка не рассчитал размеры крепления на шапку и она сползает у меня потихонечку хорошо что во время я словил значит поставили мне одну пачку наверх и мне еще нужно получать четыре уголка чтобы хорошенько все это дело закрепить так на уголков мне хватает я говорил что у меня еще в ящике в черном на прицепе есть уголки он до базы рукой подать поэтому через забор кто-нибудь перекинет так сюда так еще получается всегда нужно как-то учитывать чтобы груз сильно сюда не выходил чтобы я мог закреплять замки так как у у меня борты что можно еще здесь я не буду на эти на этом грузе применять свою приспособленность для затяжки ремней я честно я не понял я вам вообще ее показывал или нет в данный момент она у меня завалена цепями поэтому если я и не показывал пишите в комментариях и я вам ее покажу и так как видите про щелкал я положил на нижнюю пачку там на верхнюю но я посмотрел что при затяжке ремня все нормально ничего там не страдает у нас груз поэтому все хорошо плюс здесь устанавливаются столбы вот эти дырки по краям и в центре они забиты мусором естественно и здесь где-то должны лежать столбы я так понимаю они у нас будут с другой стороны иногда когда крепим ой крепим говорю грузим грузим вот они доски просят открывать обе стороны устанавливать посередине столбы и вот тогда приходится их таскать они не легенькие вам хочу сказать на мойку с прицепом я передумал ехать поэтому будем мыться на базе а Сейчас возьму другой пистолет, там есть регулировка подачи мощности, чтобы пороги помыть аккуратно. О, то, что надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все теперь горит, все красиво, все светится. Сейчас заправлю омывайку и отблю у нас. Также смажу седло, чтобы уверенно рассекать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, едем, дозагружаемся. Все я сделал, лампочки поменяли, зеркало вроде бы вставили. Вроде бы стоит, надеюсь, не потеряю. Немножко у меня тут пока бардак. Я уже сейчас хочу зацепиться и успеть еще постирать вещи. И потом на заправку и на паром вечером. Мне сказали к 4 часам подъехать. Я смотрю, уже прицеп приоткрыли. То есть его молодец на погрузчике закрыл, снег шел. Тут у нас такой каток был вчера. Я на двухоснике тут пришлось мне прокатиться на пустом до кольца и обратно. То, конечно, жесть. Просто гололед. Сегодня хотя бы снежком немножко подкинул это все дело. То не так скользко. Ну, я смотрю, мне даже ремни уже покидали. Ничего себе. Так, я замков себе еще взял. Пять штук. Так, ну все у меня, наверное, да? О, видишь, человек уже мне все делает красоту полную. Так, спросить все, не все, чтобы я спокойно мог закрыться. Автономочка работает. И уголочки положили. Ну, молодец, молодец. Ну, я так понимаю, раз он ремни расстелил, то я могу закрываться, но все же еще. Все? Так, все. О, спасибо. Паньте, ты тоже стесни. Все. Одна, одна же у меня выгрузка, да? Угу. Где она вообще? Ски. А, вот СМР-ка. СМР-ка. Норвегия. Ски. Хорошо. Я сейчас поправлю там все. Значит, смог я еще. На базе замков новых не было, но больших, как я хотел, взял. У меня теперь еще есть три штуки их. Отлично. Хорошие детали. Мощные. Я ремнями прихватил, но сейчас на базе опять откроюсь, добавлю уголки и все четко закреплю. Досок себе взял еще и сделал себе ухо это. Теперь доска стоит хорошо. Вот, потому что выше я вряд ли буду доски использовать. Ну, если будет груз высокий, то, конечно, буду, поставлю еще, получается, у меня будет по доске. Все зачехлится. Еще успею я по-быстрому постирать рабочую одежду. Насыщенный денек вышел, конечно. Но все, успел, все сделал. Сейчас паром на Швецию, и завтра я буду уже в Норвегии. Какое у нас сегодня число, я даже не знаю. У нас сегодня уже 24 января. И, ребят, осталось совсем немножко, и я поеду домой. И с концами. Подробнее вам расскажу чуть позже. И отвечу на наиболее популярные и самое многое, кто спрашивал, на комментарии. Вот, поэтому за полторы недели нужно все успеть. Вот, а домой еду, так и заканчивается виза. И Эстония виза не продлевает белорусам. Поэтому я увольняюсь. Вот так. Годик отработал. И все. Что дальше будет, посмотрим. Я надеюсь, что я сюда вернусь. Конкретно в эту компанию. Вот. И кроме Скандинавии, я больше уже не поеду. Я работать ни в Европу, ни в Англию, никуда. Будем сегодня мы загружаться с вами на Ближний Север. В город Нарвик. Ну, а пока нужно доехать до загрузки. У меня будет две загрузки. То есть, одна загрузка, вторая будет до загрузка. Вот. На термотранзите будем мы с вами загружаться. И сейчас я на шестерке. Мне осталось чуть-чуть доехать 20 километров. Но не все так просто. В пробках почему-то шестерка, какая-то авария там или что. В начале передосла шестерка была закрыта, тоннель пришлось объезжать. Потеря времени. Час дня, пол второго сейчас. И творится какая-то ерунда полная. В общем, доедем. Задача на сегодня загрузиться. Выехать в Швецию. Мы пойдем транзитом через Швецию. Оформим транзитную декларацию на границе. И помчим. Граница у нас будет Бьернфилд. Доскажу вам все, что я не досказал в прошлом видео. Про зеркало свое. Как оно вообще. Почему оно у меня было замотано скотчем. Про прицеп я добавлю немножко вам информации. Потому что тоже я не все сказал. Такое было все смешано. У меня день был напряженный, тяжелый. И я забывал, что вообще хотел сказать. Так что такие дела. Движемся на загрузку первую. В общем, причина неизвестна. Почему не ехали. Сейчас все нормально едут. 80 в потоке. Погода ужасная. Плюс 3. Грязище вот от колес. Здесь еще более-менее посушено. Ну, потому что уже к обеду подсохло немножко. Но с утра, конечно, все грязное. Помыл стекла, зеркала утром. Через полчаса они снова грязные. Видите? Все мурзатые. Машина такая же. Сейчас на загрузке вы видите, что мыл, что не мыл. Одинаково с прицепом. Вот, указатель огромный стоит. Халь Группен. Мне здесь нужно загрузить 8-метровую. Где-нибудь доштуку. И поставить ее нужно сзади. На такой здесь подъемчик. Фу, в непогоду. Хороший, хороший. О, да. Профиля какие-то. О, я. Как пошатал. Так. Пойду искать кого-то. Итак. Прицеп. 41 тонна общая масса с грузом. То есть грузить в него можно 32 там с хвостом тонны. Ну, будем считать. 32 тонны смело можно грузить. Поэтому это у нас чисто скандинавский прицеп. Потому что в других странах Европы запрещено возить такие веса. Напомню, кто меня первый раз смотрит. В Скандинавии. То есть Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия. 50 тонн общий вес тягача с прицепом с грузом. Значит, зеркало. Ехал я и на ходу оно у меня вывалилось. Вот все, что с ним было. Значит, оно у меня шатается здесь. Оно мененное. Болты здесь уже не подкручиваются никуда. Возможно, от вибрации оно и вывалилось. Я купил новое, поставил на сервисе. И опасаясь того, что оно вывалится. Я не смог его вставить, оно выпадало. Ну, боялся, может быть, нажать на него, в общем. И я его обмотал, короче, скотчем. И вот доехал до базы. На базе вроде бы вставили. Ну, я периодически его проверяю на наличии, как оно держится. Ждем груз. 8,5 метров у меня должна выйти. Я думаю, половинки хватит. Если что, открою еще один борт. Половину ремней скрутил. А некоторые оставил я висеть. Но я думаю, скрученные мне точно не нужны будут. Я почти готов. Накинул я 4 ремешка. 2 на ту верхнюю пачку. Здесь по краям. Так, болтики у нас тут какие-то, да? Но они мне, в принципе, не мешают. Нам проехать здесь пару километров. И есть огромная вероятность, что термотранзит это дело все у меня выгрузит вообще. Но если вдруг мне это все оставят. Ну, я думаю, что-то наверх добавят в любом случае. И я это уже все закреплю хорошенько, потому что путь не близкий. Три дня мне ехать. Так, ремень обрезанных кто-то обрезал. Специально, чтобы я еще стоял, мучился. Он у меня висел на стене, поэтому особо у меня выбора не было. Надо его как-то пропихнуть сюда. Вот. Ай. Главное, хвостик один хотя бы высунуть. Вот он, видите? И я его смогу вытащить. Но не в перчатках. В перчатках я его не смогу вытащить. А вот без перчаток вполне даже вытяну. Не с такими справлялись. О. Подложу я сюда уголок, чтобы не царапалось. А то что-то оно царапается. Сейчас подложим ему вот этот вот калечный. Их не жалко. Их можно ломать. О. Отлично. Так, это пока сюда. Значит, 8 тонн все вместе это весит. Но, получается, ну, естественно, как вы поняли, не тяжелая 8 тонн. Какие-то там двери алюминиевые. Ну, короче, какая-то конструкция для чего-то. Тут какие-то столбиков куча. Короче, металлические конструкции. Вот здесь с этим ремнем, мне интересно, закроется ли у меня борт с замком. Но должен закрыться, я так прикинул. Приблизительно все должно быть четко, как по маслу. Все, движемся на термотранзит. Закрываюсь и погнали. Так, еще мне пришла информация. Третья загрузка у меня будет. То есть, сегодня я загружусь на термотранзите и далеко не уеду. Завтра будет утром загрузка, третья в Норвегии. И уже потом буду выезжать. Вот так, значит, мычим дальше. Там придется немножко мне подождать. Там, я смотрю, уже почти закончили. В общем, полная шляпа у меня какая-то получилась. Я думал, здесь будет на весь прицеп груз, но, как оказалось, нет. Что ж, надеюсь, я как-то ситуацию исправлю на последней загрузке завтра. Утро следующего дня наступило. Темни у меня еще 7 утра. Короче, какие-то, я думаю, опять мы металлические штуки загрузим сейчас вперед. утренняя движуха. В общем, что мне загрузили, это остановку. Ну вот. Так что, автобус мог парковаться прямо возле меня. Пришлось мне поднять крышу, значит, крыша у меня, теперь я уже знаю, как поднимается. Здесь что-то у меня вылезло. О, где-то я потом разберусь. Значит, вручную крыша поднимается уже хорошо. Потому что, если крыша не поднималась, я бы ничего не всунул. Иначе палет пришлось медленно переставить назад, потому что не было ему нигде места. Ну и все. Соберу сейчас я прицеп в должный вид. Сзади у меня, кстати, фонари. Очень четко горят вот эти вот задние дополнительные, когда задним ходом сдаешь. И будем выдвигаться мы с вами на север. У меня тоже он сзади. Специально он включил показать, как два от тебя горят. Ну, этот, видите, родной. Это два дополнительных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Приехал я выполнять первую задачу. Это заправиться. Вторая задача найти воду, где набрать питьевую. Третья задача душ. Ну, душ будет самая проста задача. С водой проблема. Почему? Потому что много где просто, ну, перекрывают. Поэтому нужно искать. Минус 10 у нас на улице. Хорошая такая погодка. Посмотрим, что будет дальше. Так. Минута истины. Сработает ли кнопка? Опа! Компании нужно записывать. Вот, пожалуйста, да. Все. Сколько? А хрен знает сколько. И вот так вот везде лотерея. Где-то работает, где-то нет. Хрен просто. Пойду попробую на заправке спросить я про чек. Значит, вот ее логотип Una X или YX, как кто называет. Мне нравится Una X. Красивый рассвет. Правда, уже скоро 10 утра. Ну ладно, не 10, 9, наверное. Где-то так. На циркуль я заезжаю, потому что я вновь купил себе на целый год подписку на бесплатное кофе. То есть мне не нужно было менять кружку, я просто поменял стикер, но там на самом деле разница в 10 евро. Вот. Ну, кружка у меня еще в порядке, поэтому я не стал ее менять. Ну и посмотрим, здесь может быть вода будет. Потому что мойка-то функционирующая есть. А вот так, где у нас вообще стоянка? Мойка-то есть, а вот вода может быть перекрыта. там, ну, я так понимаю, это стоянка? Это стоянка? Или нет? Нет, это не стоянка, это какое-то СТО. большое и пустое. Ни одной машины там в боксах нет. Наверное, оно не рабочее. поэтому здесь можно смело остановиться. Идем, наберем воды. Есть водичка там. У меня половина есть, но нужно до полной долить. Потому что потом уже в Швеции там уже по 45-й дороге негде будет набирать. Кофе набрал, воды набрал, позавтракаю, значит, сейчас. Единственное, что душа здесь нету на этой заправке. Ну, душ у меня будет чуть-чуть дальше. А так здесь отдельная дверька. Вот в Норвегии, я не знаю, в Швеции также пишется сервис, вот сервис плейс. Здесь будут стоять зимой стоят ведра, мыть окна и есть вода. Немножко слить. Эта вода хорошая, ее можно пить без всяких вообще проблем. Еще, как говорится, ни один не помер. Я даже сейчас с собой одно ведро утяну, чтобы помыть стекла. Так. И есть длинная швабра. И у меня фулл комплект, значит, еще заеду в душ и потом в Швеции уже где-то нужно будет сегодня-завтра найти магазин, подзакупиться немножко, потому что неизвестно потом, насколько я в Норвегии зависну и куда буду ехать обратно. Как видите, цены на топливо почти 2 евро и дизель и солярка. Солярка, кстати, за долгое время стала дешевле, чем бензин. еще один ответ на комментарий, значит, как я питаюсь. Очень просто, друзья. вот основной мой источник питания, это баллон. Воду, как видите, я набрал. И все. Если питаться по ресторанам и по кафешкам, в Скандинавии тем более, ну, зарплаты вам не хватит. Поэтому питаюсь я как дома. Крупу можно отварить, и салат сделать, и все, что угодно. Ну, в общем, те, кто работают, те знают. Вот, а кто, например, я не знаю, просто кто это спрашивал, с какой целью. Может, кто-то собирается стать дальнобойщиком. Все, я могу сказать, что большинство, окей, большинство дальнобойщиков наших, которые работают здесь, в Прибалтике, в Европе, в Скандинавии, питаются с баллона, а не в кафешках. Где-то, если есть возможность, например, я в Швеции нашел себе место, и в Норвегии место знаю, где я могу поесть, там, за 10 евро. Там, где-то могу, там, чуть-чуть больше может выйти, да, там, но хорошая еда. Есть такие места. Есть место, где я пиццу куплю за 8 евро, козырную, офигенную пиццу, почему бы нет. Например, под футбольчик, под пивко, вполне, это адекватная, хорошая цена. Растраты, в целом, выходят 10 евро в день, я имею в виду, вот, на еду, примерно, ну, это у меня так, у каждого, конечно же, по-разному, вот, ну, я думаю, плюс-минус одно и то же. Здесь, значит, не учитываются только люди, не учитываются люди, те, которые курят по 5 пачек сигарет в день, вот. Поэтому, сами понимаете, что сигареты, значит, в Норвегии 15 евро, ну, плюс-минус там, ну, что-то в этом роде. В Швеции в два раза дешевле, конечно же, это 6-7 евро. В Прибалтике в данный момент где-то 4,5, 4,5, может быть, там, 5 какие-то марки. Вот. Значит, в Швеции есть стоянки платные, где вы платите от 100 там до 150 крон, это от 10 до 15 евро, ну, в зависимости, где она находится, по-разному цены. Идут Расты, они все под таким наименованием Раста. И вот в нее включена стоянка ваша на сутки, так, 50 крон, то есть 5 евро, да, на еду вам будет, а сам этот обед стоит 10 евро. Ну, вот вы, короче, вот половина у вас с этой стоянки. Например, вам компания оплачивает стоянки, вот, смотрите, вы за 5 евро как бы, получается, кушаете. Значит, также я в Швеции суши нашел место тоже, где можно заехать купить. Чтобы вам не соврать, 16 штук, 16 штук за 15 евро. Вот так вот, то есть, вам смотрите, это на 16 штук, это на 2 раза, ну, кому-то, может быть, и на 1 раз. Вот. Но, но, там половина из них, то есть, 8 там с рыбой нормальная, а 8 с какими-то, короче, они овощные, они веганские. Это я только потом понял, когда заказал. Потому что, ну, дабл, было написано дабл то-то, вот, но особо не понимаешь, потому что по предложению заказывал, предложение на шведском языке, на русский ты его никак не переведешь. Вот, даже я вот не уверен, есть ли там английский. Ну, не суть. И в Норвегии я нашел тоже место, где очень классно можно позавтракать. Ну, это правда одно направление, если вы едете на Ставангер. И на заправочке там довольно-таки классно. А, я собирался снимать там видео на той заправке, но так и не снял, потому что погода была говняная. Когда я был, ехал я на Ставангер, не получилось. Ну, я как-нибудь сниму, заправка на самом деле интересная, много чего можно посмотреть и увидеть. Вот, и там кухня у них такая есть. Завтрак вам может обойтись там от 5 до 10 евро и хороший обед от 10 до 15 евро. Вот вам примерные расценки. Мои все прибамбасы, чаи, кофе, все в полках, все везде расставлено. То есть, что мне надо, открываю, достаю, беру, засыпаю. Но у меня такая кружка, я в данный момент кофе себе набрал. Все, что мне сейчас нужно, это у меня есть поднос. Да, многие тоже просили, конечно, там вот как быт, там вот что, как питаешься, чем питаешься. Чем питаемся, я в целом вам сказал, тем, чем вы. я был в Эстонии, купил какую-то колбасу себе на бутер. Так, в целом я колбасу вообще не покупаю, потому что, ну, там уже от колбасы ничего нет. колбасы я только покупаю испанскую, сухую, которая комнатной температуры содержится. Так, где там у меня? значит, что у меня сегодня будет на завтрак, запоздалый, это я в Норвегии покупаю паштеты, они очень вкусные. Ну, добавки, конечно же, присутствуют, но довольно-таки он неплохой. беру просто оригинал с названием и все. И также в Норвегии беру это не блины. Я даже, я не знаю, что это. Я могу сказать по норвежке, что это. Это у нас оригинальный ломпер, вот так. То есть, это что-то между блинами и лавашом, знаете, вот что-то среднее. И то есть, оно вот мне нравится, его не нужно греть. Я на него на одну сторону намазываю паштет, ложу наверх второй, и вот у меня получается такой как бы, не знаю, бутер или как его назвать. Вот, сегодня у меня будет так. Также я покупаю, да, также покупаю. Как раз я не доел. Реальные блины. Это охлажденка, никакая не заморозка. Срок годности у них тоже ограничены. И если открываем их, нужно быстренько съесть. Вот, мне нужно этим заняться на выходных. вот такие вот блинцы. Очень вкусные, очень вкусные. Я их на масле разогреваю. И, с чем хотите, я со сгущенкой ем, можно со сметаной. Короче, у кого, у кого, у кого на что фантазии хватит. Ну, вот это такие завтраки. То есть, иногда, да, так как я говорю, я купил колбасу, почему? Потому что я купил в Эстонии батон. Нормальный батон. Здесь батон нормальный вы не купите. Вы купите, купить его можете, но его нужно нарезать и съедать. А такой, чтобы хотя бы пролежал, ну, пять дней, неделю, ну, и он был нормальный, вкусный, такого вы не найдете. Ну, бывает, бывает. Мне попадался один раз хороший, и в итоге потом я его больше не смогу найти. В общем, как-то так. Ну, все, в целом, я думаю, вам понятно, да, как, как обитаем, как обитаю конкретно я. Жарить, стараюсь в кабине я не жарить. Это очень редко, когда, например, совсем хреновая погода, я открою люк, окна, что-то там пожарил, особо крышку стараюсь не открывать, чтобы не летели никуда-то брызги, ну, где-то что-то попадало, сразу вытираешь, потому что, если ты не вытер, это впитывается, и вы от панели это уже не ототрете. Тем более, это в Вольве. Вольве, там материал такой, настолько ужасный какой-то, да, он оставляет сразу на себе пятна, и вы хрен, чем просто уже вы видите, это проверено. В скане, в этом моменте, более получше, здесь более грубые материалы, которые, если вы сразу все вытираете, за собой убираете, то здесь все очень хорошо сохраняется долгие годы. Вот. Значит, баллона мне, моего, у меня баллон на 5 литров, на 5 литров, в летнее время на заправку, и 6, я могу даже 6,5 загонять на зиму. Вот, мне его хватает на 4 месяца, то есть, полной заправки, его, в целом, если работать по 2 месяца, вот, считайте, на 2 рейса его хватает, вот так вот. А, значит, где жарить в хорошую погоду, если тему или какая-то компания попадается, в прицепе. Где же еще? В прицепе можно за кабиной, главное, чтобы у вас, если, например, на улице, то у вас баллон должен стоять в чем-то, чтобы ветер не задувал, тогда, ну, у вас будет очень долго все этот процесс длится. Если у вас какой-то есть короб, в котором вы вставляете баллон, и внутри его делать, ну, то есть, тупо даже картонная коробка, которая не будет прикасаться к баллону, естественно, а так, а так, варишь, открываешь окна, люк, все, и все нормально, это, так все делают, просто, понимаете, то есть, у некоторых, например, кто не связан с дальним боем, есть такой небольшой шок, как это, ты тут спишь, тут ты работаешь, да, и здесь вот, ты готовишь, ну, вот так, это такие реалии, да, это не американские траки, у которых сарай там такие, что потеряться можно, вот, нет, у нас здесь все компактно, очень, очень даже компактно, да, даже, ну, конечно, маловато места, я скажу, сто процентов маловато, а работать с экипажами, это вообще просто жесть, просто жесть, реально, то есть, вещи ты спишь на вещах, если у вас нету к машине привязанного прицепа, в котором вы можете хорошо уплотнить там от пыли, от грязи, от воды по летнике, где вы можете хранить вещи, ну, то, ну, его нахер, так, ладно, ребят, буду я завтракать и поедем мы дальше, коллега собрался явно в нехорошие места, раз отдел цепи, постоял немножко сзади, отдел цепи, ну, вот, и побежал за кофе, сейчас куда-то он будет стартовать, ну, и мы стартуем, только по нормальной дороге. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, не прокатило мне отделаться, буду проверять тормоза на прицепе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проверили все тормоза Ну короче, по полной программе Таху Считали Все считали Значит проблема в прицепе допуск тормозов Слабый Слабые тормоза Но с проблемой это отпустили Сказали устранить Больше проблема в том, что Колесо Трещина на колесе у меня Колесо Блин, я не знаю, видно, не видно Ну в общем Сказали поменять Одно только колесо Штрафа никакого не дали Просто все Сказали, что нужно устранить И отпустили Значит У меня есть запаска Я немножко уже подготовился Взял, пропшикал болты Надеюсь, мне это немножко поможет Потому что не все идут Снял отбойник Посмотрел колесо Конечно, оно хуже по протектору Но Оно целое Значит, замок Заклинил Я вот тоже сейчас Не хочу резать Ремешок этот короткий Я бы замок поменял А ремешок-то оставил бы Попробую я его пушикнуть Если он уже у меня не пойдет То я его нахрен обрежу И выкину этот замок И этот Огрызок ремня Так Сам он у меня-то Как бы вверх отстегнулся Все, отошел Ну что вы хотите Он Сколько лет он уже здесь стоит Это никому неизвестно Абсолютно Так Пусть пока что Постоит колесо Значит, да Я проверил целое Пойдем пока Попробуем Посрывать болты Я, значит, буду Все украться Вам делать Муржить тут я не буду Чтобы у меня Хватило батарей Так Берем колпачки Чтоб Не мешали Они нам Так Этот я сорвал С трудом, но Что-то шевелится Коротковато У меня труба Но Идет А домкрат-то у меня есть Вообще Не, домкрат Я сто процентов Я помню, что я забирал И он у меня Стоит Отлично Рабочий Домкрат Я его проверял Машина Машина стоит На молотках На всякий случай То есть Смотрите, как интересно Они мне написали Что Замена колеса Оно сильно повреждено И я могу двигаться В сервисный центр Либо В Элверуме Либо в Хамаре То есть Ну, ближайших Два города Как это Кто контролировал Конечно, может быть И никто не контролировал Я у них спросил Нужно ли мне Потом Заезжать к вам Они сказали Нет Как бы Мы тебе верим Ну, вот Я как бы Проблему я устраню И Доверие ко мне Не нарушится Правильно Правильно Так Не нравится мне Что они Не хотят идти Прицеп Я уже говорил Что стоял Очень долго И здесь Все Все, что на нем есть Все Прикорелое Сам-то он В целом Неплохой Я бы, конечно С ним бы Поработал Только довести все До ума Разобраться Почему не работает С кнопки Поднятия крыши Кстати, да Кто не понял Я качал Вот этой вот ручкой То есть Устанавливаем Верхнее положение Левая-правая сторона И качаем Все у меня поднялось Все хорошо Так, кто у меня там не пошел Я уже не помню В любом случае Всеми Пшикалка Это Не помешает Так Этот у меня Пошел Хорошо Вот этот не пошел Надо на него Встать Значит Ух ты Какой Понимаете Ну что У меня гнется труба Наверное Неподдаваемый Удлинитель Удлинителя у меня Наверное Больше нету Трубу Трубу Какую-нибудь Толстую Нет У меня Больше не было Я точно Знаю Что была Длинная Запоминаю Какие Не пошли Чтобы не останавливаться На этом Прикиньте Я занимаюсь Херней У меня Один Болт Не идет Никак Гнется И труба И баллонный Ключ Да И просто Ни в голове Ни в жопе Пока Вот Не заколебался Не пришла Идея Что у меня Лежит Мясорубка В машине И нахрена Я там Пыжусь Пришлось Не правда Все вытащить Но По-другому Никак Да Не зря говорят Хорошая мысля Приходит Посля Реально Все сорвал Полчаса тут Выжился И потом Только Когда один Остался Я уже не знал Что с ним делать Я вспомнил Что у меня Есть мясорубка Вот она Я правда Не знаю Рабочая она Или нет Так Ручка Нам надо Ручка У нас Идет сюда Стоп Идиот Кусок Ручка Сюда А это Сюда Как-то так Это действует Это у нас Должно куда-то Упираться Да Куда оно Должно Упираться В правильную Или я Сторону Кручу Я не уверен Вот оно Туда И выкрутит Да Ага Все Значит Все правильно Ааа Стоп Все-таки Неправильно Значит Сюда Пошел Отлично Все Разобрался Я Если честно Я даже Не помню Я Может быть Никогда В жизни И не Пользовался Ей О Так С первой Задачей Справились Болты Скрутили Теперь Пойдем Запаску Доставить Наверное Самое тяжелое При землении Колеса Это Достать Запаску Нет У нас Здесь Все работает Но Кружок У нас Этот Не крутится Я не буду Даже с ним Мучаться И заморачиваться Я просто Обрежу Это дело Да и все Потому что Титанцы С бубнами Мне здесь Ни к чему Надо мне Чем-то Ее подковырнуть Я еще Надеюсь Что у меня Камера Снимает Правильно Я Своей монтажкой Чуть-чуть Ее попробую Высунуть Мне чтобы О Пошла Отлично Вот она Красивая С некими Даже Руковицами Подарок Еще раз Размер 55 385 На 55 Все правильно Я ничего Не перепутал 385 На 55 Данлап Хоть Данлап Хоть что-то И Прикол в том Что она Не зимняя Здорово Че, тебе помочь нет? Да нет Насыщенная пятница Значит Коллега мне помог Спасибо ему большое Уже он уехал Пока я в душ сходил Поменял я колесо Камера Камера Батарея В камере Села Вторая Не заряжена Потому что Я ее с утра Сегодня поменял И забыл Вторую включить Короче Полноценно Я субботу Воскресенье Буду ехать Так как Сегодня день Считайте Просран И Значит У меня У меня У меня Транзитная Декларация С которой С которой Вот У меня Такая Куча документов Все Что мне дали На термотранзите И с ней Дали Транзитную Декларацию С которой Два Экземпляра Которую я Первую Отмечу Сейчас На границе Мне Выдадут Транзитную Декларацию И ее Потом На Бьернфильде Заберут Вот Но во втором Листике Мне также Поставят штамп Все Это вся процедура Я уже ее показывал Я как-то ездил Через Бьернфил Летом Все это дело Вам показывал Поэтому Ничего там Нету такого Я вставлю Ссылку в описании Видео Кому интересно Смотрите Значит По колесу Проблем никаких Не было Подложили брусок Поставили домкрат Подушками Подняли Открутили Ну в общем Ребят Не та ситуация Чтобы было Снимать досконально На видео Я и говорю Тем более На морозе Камера Отключилась То есть Батарея быстро Высадилась Она отключилась Возможно Это Как-то так было Вот Когда То есть Где-то Если у вас Меньше 50% То вот Происходят Такие вот Казусы А вторая Моя камера Которая с микрофоном На которой Я сейчас пишу Да Ну Меня Которая записывает Она Вообще На морозе То есть Не работает Там Буквально Минус 5 И Все Она Потухает Просто-напросто Друзья Утро у нас Начинается С физических Упражнений Нужно Перетянуть Колесо И потом Залезем В прицеп Посмотрим Посмотрим Что у нас С грузом Потому что 300 километров Вчера я проехал По Стиральной доске И Если там Все хорошо Значит До самого Конца Будет Уже Все Хорошо Значит В городке Я Нахожусь Утхерк Утхеркдалин Тяжелое Такое название Какое-то Ну Вроде бы Так И Значит 1100 километров Мне еще До Нарвика Ну Пошло Чуть-чуть Остальные Все Намертво Здесь Тишина Такая Спокойствие Остаю После Какого-то Отельчика Вчера Ехал Увидел Смотрю Норвег Стоит Еще Одна Машинка На немецких Номерах Двухосник Я думаю Я заеду Стану Аккуратно Сразу Заглушил Потому что Так Пускай Пока Полежит Я вернусь Сразу Заглушил Чтобы Душать И там Возможно Какой-то Отельчик И здесь Такое Здание Как бы На карте Напишет Что какой-то Отель Здесь рядом Озеро В данный момент Подо льдом Горячий Туалет В смысле С горячей Водой И Теплый Туалет Так У нас Пока что Только Отлетели Эти Самые Где у нас Тут Лесенка Ремешочек Не мешало Вы Подтянуть Так Это у нас Какие-то Обои Но они Под пленкой Могу наступить И на них Нормальный Слабенько Очень слабенько О Этот Отлично Затянут Этот Отлично Затянут Значит Нужно мне Передок При открытии Подтянуть Три Ремешка Точнее Один Замок Вообще Поменять Подложить Уголки И Подтянуть Хорошенько Очень Потому что Слабенько Даже Еще Знаете Что я Сделаю Я кину Еще один Сейчас Здесь Ремень На всякий Случай Зато Потом С полной Уверенностью Буду ехать Давайте Уже до конца Обойдем Посмотрим Запаска На месте На месте Ну запаска И положил Точно так же Да Ремешком Ее затянул Отбойник На месте Все хорошо Крышка Для бака На месте Никто Скрутить Не захотел Здесь И кафешка Какая-то Есть Даже Может Фильмы Какие-то Крутят Я не знаю Но Вот Висят Видите Рекламки Что У нас С ценами На билет 8-10 Крон Детские По Ой По 8 евро Взрослые По 10 евро Что ж Интересное место Интересно Сколько здесь Отель стоит Ну и Какой-то Дневной Ланч Здесь Так же Есть Тишина Спокойствие Хорошо Суббота У нас Уже Почти 9 утра Пока Я затянул Колеса И Затянул Ремни Перетянул Точнее И Вот Туалет Обычный Под Трафик Веркет Это Транспортная Служба Швеции Как в Норвегии В Эгвесе И даже Не стыдно Показать Здесь Туалеты Они Старые Но В них Чистота Порядок Свет Нужно Включать Самому Ну О Все Умывальник Нету Только Конечно Бумажных Полотенец Но В таких Местах Их Не бывает Все Туалетная Бумага Тепленько Хорошо Вот так Друзья Ладно Скоро Выдвигаемся Утерхогдаль Называется Городок А мне Тем временем Нужно Слегонца Перекусить Вчерашний Вчерашний день Для вас Последнее Видео Я получил Такой Урок Что Оказывается Колеса Прицепа Нужно Смотреть Не только Снаружи Но и С обратной Стороны Да Тем более Прицепы Которые Стояли Долго Там В общем На каждом Колесе По маленькой Микро Микро Трещине Ну не микро Трещине А сантиметровых Таких Трещинах Присутствует Но вот Норвегии Видите Дали приговор Только На На Третью ось Именно Что Ее Обязательно Поменять Вот И уже Это они Мне устно Сказали Что Только Одно Колесо Левое Только Одно Левое Колесо Но Это То есть Они бы Это Никак Не Проверяли Вот Ну и как видите Я выехал Спокойно Там На границе Меня никто Ничего Не задерживал Не спрашивал Это Так У них Принято Тут в городе Даже Эхо Настолько Настолько Здесь Тишина Такая То есть На доверии Да Все Вот тебе Поменять Как бы Установки А выполнишь Ты их Не выполнишь Вдруг Например Вдруг Просто Если бы Меня взял Контроль До выезда Из Норвегии И посмотрели Вы сказали О А ты же колесо Так-то не поменял Вот И я бы уже был У них В таком Хорошем Красном Или черном Списке И меня бы трясли Просто каждый раз За все подряд Вот Ну а так Как бы я да Поменял колесо Поставил запаску Не совсем то Что они конечно хотели Но все же У меня теперь Целое колесо Правильно? Правильно Вот так Значит Будет у меня чай И В прошлом видео Я вам показывал Какие-то Круглые штучки Значит Про них я добавлю Тоже немножко Что Срок годности В них Также ограничен Очень маленький Там на 10 дней Только дается Их употребить И пахнут они Картофелем Вот Я не знаю Что это такое Я нигде раньше То есть Вот подобного Вот Сочетания Вкуса Как бы Нигде мне никогда Не попадалось И вот сейчас Я забыл посмотреть Есть ли там рекомендации По поводу Нужно ли Разогревать их Или нет О Цена Варьируются В разных магазинах В Норвегии Время Тысячи Я покупал За полторы евро Эти конкретно Я купил За За два Щепта Нет Здесь Ну вроде бы Как не написано Нужно Попробовать Через переводчик Обычно То есть Ну рисунок рисует Сковородка КМТ или микроволновка Но здесь Ничего нету Значит Сейчас дальше Доехать до Астерсунда В магазин Покажу вам Где заезд на магазин Там магазин И алкогольный есть Я так еду в Норвегию Нужно мне Пивка тоже купить Да Картофель 84% Картофеля Пшеничная мука Соль Содержит следы молока Это как понять Из которых А Содержит следы молока Из которых Что-то там еще Швейцарские номера Мерседес на полном приводе Погодка Погодка Немножко Начинает Ухудшаться Начинает Местами Мести Ну и Небо немного затянут 0 градусов Поэтому Возможно Чуть дальше Еще выше Поднимемся На север Начнется с ним Ну и нам Мы сейчас подъезжаем К магазину По Старсунде Мы заедем Покажу Где Куда Как Заезжаю Там И начнем Мы с вами Ответы На комментарии Самые Которые Стали популярные И начали повторяться И начну я С магазина С ответа Уже сразу На комментарий Это будет ответ По поводу Какой мобильной связью И каким интернетом Я пользуюсь В Скандинавии И я сразу вам покажу В каких местах Покупать Нужно в Швеции Эти сим-карты Здесь у нас получается Кольцо с развязкой На 14-ю дорогу Которая ведет Либо в Транхейм Либо в Сунсул И мы Немножко по ней Проезжаем Тут пару километров И обратно же Выезжаем на 45-ю А у нас Рарисетный Мерседес 200-ый У нас в Беларуси Последние Кто на таких ездили Это были цыгане Я не знаю Откуда у них Были эти мерседесы И почему именно они Ну Видимо Надежная машина В нее можно загружать Все что хочешь И сколько хочешь И она все равно Продолжит ехать Я думаю так Но на этом Едут Примерно Я так По силуэтам вижу Иногда голову Поворачивается Дедуля С бабулей Древняя Ну и наверное Мерседес этот Покупался в свои времена Новый В салоне И вот он до сих пор ездит Здесь на самом деле Много таких машин Ну конечно же В большинстве случаев Это Америкосы у нас Будут какие-нибудь Старые Получается Как Ретро Ретро уже Мобили Ну и вот Встречаются Да Вольвы Древние Потому что Ну швеция Сами понимаете Почему Вольва Саабы Которых у нас Уже на дорогах Давным-давно Нету А не которых Даже никогда И не было Ну и многие другие Съезд на Магаз У нас А наш Съезд Будет чуть-чуть дальше Уже потом На 45-й дорогу Вон Ковритель едет Может тоже на Магаз С 87-й дороги Ковритель Солнечная Да Погодка Конечно Приятно Здесь В городке Холодно Не должно быть ветра Хотя нет Флаги Шевелятся И главное Чтобы Было место Там где я Обычно паркуюсь В последний раз Я здесь был Здесь было Минус 15 Но сейчас Какое-то Поцепление Пришло Возможно Начнут Выгудать Осадки Куча здесь Конечно Магазинов Какие хотите Просто На любой Вкус и цвет Продуктовых Несколько видов И спортивных И техники В общем Можно здесь Целый день Потерять В этом месте Парковки Такой конкретно Нету Но Но Есть у нас Вот этот Справа Бибара Бибара И Я на нем Паркурусь Сейчас Покажу Как Никто Меня здесь Не трогает Вроде бы как Ну понятно Если вы сюда Прибретесь Пару машинами Или там На сутки Какие-то Встанете То конечно Вас спросят Здесь удобнее Развернуться На кольце Вначале А потом Заехать Вот здесь На этой горочке Вдоль магазина Я Останавливаюсь Вот и все Ну что Пойдем в разведку По магазинам И все Мы стоим Никому не мешаем Въезды Никакие Не закрываем Знаков Запрещающих Нету Поэтому Стоять Можно смело Ну конечно Не на большое Время я говорю То есть Вот я сейчас Пойду там На полчасика На часик Похожу Посмотрю что-нибудь И вернусь Значит В первую очередь Мне нужен Систембалагет Купить пиво Потому что Неизвестно На сколько дней Я зависну Потом В Норвегии И В продуктовом Магазин В нашем случае У нас будет Ика И что-нибудь Там Подзакупиться Продуктами Вот я беру Левенбрау Немецкая Один евро Шестьдесят цент Вот есть местная Так Это Большая бутылка Маристат В кафешках Часто его подают Один евро Семьдесят центов Вот в таких Где почта Табак продается Там можно Купить Сим-карту Так же На некоторых Заправках Тоже можно Купить Не нашел Я то что я искал А именно Искала Испанскую колбасу Я попробую Сейчас переехать Туда на Куб И я однажды Видел Как там тоже Машины вроде бы Заезжали Поэтому сейчас Я посмотрю И попробую Припарковаться На Купе Пауза Никакая у меня Не получилась Я быстро Пробежался Двадцать минут Поэтому потом Сделаю Тридцать минут Паузы И Получится у меня Такой перерыв Сорок пять минут Двадцать плюс Тридцать Ой Да Паузы Ну здесь тоже Я купил на двадцать евро Там мандаринов Купил Лежали на пробе Я попробовал Неплохие Марокканские Помидоров Купил Ну помидоры Конечно Космических денег Стоили Там что-то в районе Пяти евро Наверное За килограмм Ей купил Кашу Короху Тоже Я как-то уже Ее показывал В Швеции Продается Либо рисовая Либо короховая Каша Еще какая-то Есть темная Я не знаю Что там За группа Все То есть Я на сковороду Разогрели Съели Быстро Неудобно И ничего там Я хочу сказать Ничего там плохого В этом методе То есть Это не заморозка Слушайте По-моему Я как-то видел Здесь Занавливались Где-то Грузовым Опять-таки Знаков Запрещающих Нет А останавливались Наверное Вот здесь Все правильно Посмотрим Что здесь За знак Слушайте Парковка Для грузовика Вот что Здесь За знак Нормально Так Ну На Два С полуприцепом Может быть Не хватит места Я себе Ставлю место На всякий случай Для выезда Вдруг кто-то Затний Еще встанет Ну нет В целом Еще один Станет Короче На два Кузовичка Здесь можно Остановиться Вот так Переехал Я на другой Магазин Я так понял Ничего не записалось Но Хорошо Что вторая Камера Была включена Про сим-карту Давайте я закончу Значит Вот в таких местах Они продаются Плюс На заправках Кьюшке Кью-8 Да И Циркуль На которых Часто у меня Мелькает Где Но Но Это В Швеции В Швеции Также Вы на этих Заправках Можете покупать И пополняшки Но И Уже Сейчас В 2022 2023 Году Уже Можно Пополнять С помощью Банковской Карточки Европейской Банковской Карточки То есть Если у вас Если вы Работаете То у вас Естественно Будет эта Карточка И вы Спокойно Можете Пополнять Значит Мобильная связь Теленор Тарифный план Фастприз У меня Ну это у всех То есть И максимальное Что там есть Это 43 евро 150 гигабайт Эти гигабайты Вы можете переносить На следующий месяц Если вы До окончания Вашего этого месяца То есть на месяц Эти 150 гигабайт Вы успеете Например у вас Осталось там Половина Или еще больше То есть Вы Это можете Все дальше Переносить Переносить Хоть бесконечно Можете переносить Только Пополняя На какой-то Самый минимальный Тариф Я не знаю 5 гигабайт Каких-то Или что-то В этом роде Ну вот По 10 евро Вы Каждый месяц Можете дальше Продлевать Насколько вам там Хватит Это уже Конечно же Все от вас Зависит Вроде бы Все про него Сказал А То есть 150 гигабайт На Скандинавию На Прибалтику По-моему Даже на Европу Я Вот тут Я точно вам Не скажу Про это Но Там еще тоже По-моему Да На Европу Можно было Но какие-то Там водились Ограничения Что если вы Там сколько-то Не въезжаете В Швецию Обратно То У вас Короче Там Не будет Она работать Ну Селлютором Все понятно Шведским Вторая Альтернатива Есть Финская Элиза Там Безлимит Но Безлимит Который мне Не подходит Потому что 50 гигабайт Вы используете На высокой скорости После использования 50 гигабайт У вас скорость падает Если у вас Ноутбук То вы На нем смотреть В таком Не очень хорошем Качестве Загружать Какие-то Я про какие-то Видео Вообще Молчу То есть Там Это нереально То есть Он конкретно Мне не подходит У меня Также есть Финская Сим-карта Финский номер Я периодически Ее пополняю Чтобы у меня Просто Она была Чтобы ее Не терять Зачем мне ее Терять У меня тоже Где-то Какие-то Аккаунты На ней Есть На этом Финском Номере Потому что Я Финская Элиза Я пользовался До того Как начал Снимать Ютуб Потом я понял Что мне Его не хватает Ну Вот В целом Если вы Работаете Здесь То Теленора Вам Вот так Вот Хватит Вполне 150 гигов Это За глаза Ну и цена Я считаю 43 евро В принципе Нормальная Доступна Если вы Это на 2 месяца Растягиваете То считайте За 55-53 евро На 2 месяца У вас Интернет Ну вот Смотрите Сами Что еще По Ту же самую Финскую Элизу Пополнять Можно с помощью Банковской карточки Все Вообще Ни вопросов Никаких Нет И значит Да В Финляндии В самой Элиза Там безлимит Полностью Он без ограничения Скорости Ограничения Эти скорости Только на Идут На Прибалтику И на Скандинавию Получается На Норвегию Данию Швецию И она В Европе Не работает Насколько мне Известно Элиза Ну вот так Про интернет Если что Вопросы Пишите Что-то Где-то Допишу Или Позже Да Расскажу Ну а я Пойду дальше Искать то Что я не нашел В первом магазине Вот все Что я из Испанского Нашел Хамон 90 евро За На Ну Ну Такой Я Не Силь Да Хорошая Местечко Фух Затарился Перекусил В Европе От чего Нас там Грозились Отключить Полностью Вот реально Не могу Вспомнить Короче Банки Которые Они под санкциями Чисто Теоретически Карточки Должны Работать Я сам Не знаю И Так как Человек Который Писал Едет В Крейс Работать Там тебе Сделают Потом Латвийскую Карточку Поэтому тебе Не нужно Будет Белорусская Нигде Рассчитываться Но Опять таки Говорю Что чисто Теоретически Те банки Не под санкциями Карточки Должны Работать Белорусских Банков Знаю На 100% Что Российских Российские Карточки Не работают Так как И все Европейские Карточки Не работают В России А Европейские Карточки В Белоруссии Тоже Если Например Вот в магазинах Где-то Рассчитываетесь И Терминал Под банком Который Под санкциями То ваша Карточка Европейская Там не сработает Поэтому Где-то Работают Где-то Не работают Вот Ну как-то Так По поводу Наличности Из Европы Ничего Нового Не появилось За прошедший Год И я на протяжении Вот 2002 Как выезжал Из Европы Меня никто Никогда не спрашивал Сколько я везу денег Естественно Там суммы Не будут выводиться Там Десятки Двадцать тысяч Там евро Суммы будут Там до пяти тысяч Евро Какие-нибудь Поэтому Я думаю Ничего В этом Страшного Нету И никому Это в данный момент Это неинтересно По законам Как было Так и остается Десять тысяч Евро Можно везти Через границу Вот То есть Успокоились По поводу Покупок Есть моментик Такой Что В Беларусь Разрешают Везти сейчас Товара На тысячу Евро Это товар Который куплен Не личного Пользования И вот тут Даже у меня Будет интересный Такой момент Значит Смотрите Я купил ноутбук Стоимость Его Тысяча восемьсот Евро В магазине Я оформил Такс фри И хэх Ну В планах Было вернуть Ваты Да Но На границе Товар нужно Преподнести В коробке Это мне солнце Светит в зеркало Поэтому у меня Такое яркое лицо Получается Но в Беларусь Чтобы не попасть Под налог Там по-моему 30 процентов От стоимости Товара Можно ввозить До тысячи евро У меня Получается Все вещи Кроме этого Ноутбука Как бы В личном Пользовании Это ноутбук Там И две камеры Ну Телефон Там это Само собой Но если я На границе В Беларуси То есть В Литве В коробке Покажу товар Мне ж коробку Я никуда Ее уже не дену Эту коробку Я ее не смогу Нигде выкинуть Мне придется В коробке Его ввозить В Беларусь И там У них может Возникнуть вопрос Тут уже Такой моментик Как на какую смену Я попадусь И Что я там Именно говорю Ну естественно Как бы Я буду говорить Это товар Для моего Личного пользования Но У меня то Второй ноутбук Есть И здесь Они могут До этого Доколупаться Естественно Сразу Они Узнают Сколько стоит Этот ноутбук Сейчас Они быстро Все на границе В компах Били по Этому самому По e-mail Коду И стоимость Им товара Сразу высветится И я вот Поэтому и думаю Что скорее всего Придется мне Отказаться от ватов И выбросить коробку И вести ноутбук Как я везу Свой старый ноутбук Ну и провозить Это все Как личные вещи Потому что Может прокатить А может не прокатить Я верну ваты Да Это 25% В Швеции дается Но белорусы У меня заберут 30% Понимаете То Смысл Поэтому я думаю Я не буду рисковать И останусь Я без ваты И так Получается Ноутбук вышел У меня дешевле Чем в Беларуси На целых 700 евро У нас он стоит Такой как я себе купил Стоит 2500 евро Поэтому Как бы я и так В плюсе Поэтому Не буду Никакие ваты Оформлять Тем более Буду ехать На автобусе И Риски Там какие-то Разбирательства Задержания Я как бы Не хочу Рисковать Если бы я ехал На личном автомобиле Я бы Попробовал бы Попробовал бы Что-нибудь Сделать Ну вот вообще Расскажите Кто Перевозит Какие-нибудь Товары Через границу Как вы Что делаете Кто особенно Оформлял Tax-3 Вот это Больше всего Интересно Потому что Когда ты говоришь Что ты дальнобойщик Тебя особо Никто не смотри Что ты там Везешь Дальнобойщик Дальнобойщик Вот мои личные вещи Все окей Но здесь Вот видите Палево Это идет С этой коробкой И вторым ноутбуком По факту Который у меня есть На руках Вот как-то так Значит Еще один Плохо лежал Аси Еще один Вопрос Который Очень долго Назревает И не раз Я уже Его читаю Значит Колесная Формула 6-2 6-4 И 6-2 У которых Средний Мост на тягаче Подъемный Здесь Я долго Не буду Вам Ничего Разъяснять Да Я просто От своей точки Свою точку зрения Короче Я выскажу Если вдруг Кто-то Не согласен Или опять Возникнет Очень много Вопросов То тогда Уже по факту Я найду Эти тягачи С водителями И мы спросим У них Как они К этому Вообще Относятся Как им Работаться На таких Автомобилях Что Вижу Я Смотрите Берем Первый Наш Вариант Как у меня 6-2 Подъемный У нас Ленивец Третий Мост Крайний Получается Так Седло Тягача На таком Как у меня Да Расположено На Ведущей Над Ведущей Осью Ну Я думаю Это всем понятно Мне не нужно Выходить И вам Показывать То есть Вот он Ровненько Над Ведущей Осью Седло Обычного Двух Мостового Двухосного Тягача Расположено Немножко За Ведущей Осью Суть Тягач Тягач Как у меня С Третьим Подъемным Мостом Потому что Когда У нас Седло Расположено Над Ведущей Осью Если Мы Поднимаем Ленивец У нас Вес Уходит Из Прицепа Вес Уходит Из Переда И мы Получаем Максимальную Нагрузку На ведущую Ось Там 20-22 Тонны Если У нас Хороший Груз Тяжелый Получаем Максимальный На Тягаче У которого Средний Подъемный Мост Мы не Получим Такой Результат Если Мы Поднимем Ленивец У нас Нагрузится Перед У нас Нагрузится Перед Да Немножко У нас Нагрузится Ведущая Ось Но Все Равно Это Не То Я Соглашусь Тем Что Этот Тягач Он Лучше Чем Просто Двухосный Тягач Например Для Работы В Скандинаве Речь Идет Только Об этом Но Он Ни Разу Не Лучше Даже Близко Не Лучше Тягача У которого Третий Подъемный Мост Еще Один Важный Момент С Третьим Подъемным Мостом В чем Я Максимально Работаю Моторным Тормозом И Ленивец У меня Опущен До конца За счет Этого У меня Не будет Проскальзываний Больших И у меня Тягач Не будет Водить Влево Вправо У нас Держит Его Ленивец Тягач Если Мы Берем Опять Таки Двухосник Или Трехосник У которого Средний Мост Подъемный Он У нас У нас Не будет Держать Потому Что Ведущая Ось-то Задняя Я Надеюсь Тоже Здесь Понятие На этот Момент То есть С большей Эффективностью Я могу Использовать Моторный Тормоз В тягаче В таком Как у Меня И Вот Ну то есть Я думаю Вам не нужно Объяснять Почему На спуск Нам нужно Максимально Задействовать Моторный Тормоз То есть В сложных Ситуациях Говорю Лед Снег Там Я тоже Напрямой Я Использую Моторный Тормоз Да Аккуратно Смотрю Чтобы Там Ничего Ни Не Происходило То есть Слежу За этим Всем Процессом Вот Я думаю С этим Разобрались Так Итак Колесная Формула 6 4 Два Ведущих Моста Первое Что я скажу В такой Конфигурации У нас Должен быть Третий Мост Подъемный Если он Не подъемный То Для Выполнения Такой работы Которую Выполняем Мы Это Где-то Затяжные Подъемы И так Далее То есть Основное Это Конечно же Подъемы Затяжные То Например Если Я так Представляю Что 6.4 С большими Весами Да Там 30 тонн А на этих Тягачах Можно и больше Если у вас Есть дополнительное Разрешение Или там Может быть Метраж У вас Другой Они могут Тянуть и Больше Там До 70 тонн Они могут Тянуть То есть Например Не габарит Какой-то Да В принципе Предназначение Этих Тягачей Уже Первично Идет Для Не для Шоссейных Постоянных Работ А для Тяжелых Где-то Переездов По лесу Какой-то Да Эти Как его Куда ты там Полетел Я думал Вылетит Собью его Глухарь Или кто это Там Значит Возят Бревна Да Там Лес Вывозят из леса Чтобы По тяжелому Грунту Ехать Там По грязи Какой-то То есть Ну вот Короче Предназначение Лесники Карьерники Как самосвалы Да И вот Например Подни габариты Тяжелые Еще как вариант Большой вес У тебя есть У тебя там По 15 тонн Давит И на тот мост И на тот мост Он будет ехать Но мы возьмем вес Например 15 тонн 20 тонн Даже возьмем веса Как он будет ехать В затяжной подъем Если у него Не поднимается Мост Третий У него будет Маленькая нагрузка На эти На два моста То есть Я так представляю Что он Хреново будет ехать Если он не поднимет Свой третий мост А если он свой третий мост Поднял То у нас теряется Смысл 6-4 Понимаете В чем суть И Значит Что я хотел Еще сказать Конфигурация 6-4 С подъемным Третьим мостом Это самая дорогая Конфигурация Восседельных тягачей Я имею ввиду Вот обычных тягачей Да Там есть Четырех мостовые Пяти Понятно Они будут все дороже Там это специальные Грузовики Они вообще Не под нашу работу Я беру Вот стандартные Да Наши Условия Наши тягачи Максимальные Три оси Все И вот такой Грузовик Он будет гораздо Стоить дороже Вплоть там До 50 тысяч Евро Он будет стоить дороже Что еще добавлю Про 6-4 Что В Скандинавии В частности В Норвегии 95% Компаний И водителей Используют Грузовики 6-2 Не слушайте Всяких Идиотов Которые Где-то Какие-то Пишут Комментарии Которые Вообще В жизни Не были В Скандинавии И не видели Как здесь Работают И вообще Кого-то Если кто-то Вам Кто-то Втирает Какую-то Дичь Там Может Другие Какие-то Ютуберы Что Вот Норвегия Он один раз Заехал В Норвегию На двухоснике Доехал До Осло И он Уже Может Рассказать Вам Как там На северах Дела Понимаете Такие Я встречал Такие Каналы Я не буду Их Как говорится Тыкать Пальцами Вот Здесь Все работают На 6-2 6-4 Например Если кто-то Где-то Ездит 6-4 С обычным Прицепом Вариантнее Всего Что-то Тягач Уже Покупался Бушным Где-то Ну И вот Выбрали Такой Вариант И Например Он тоже Тягает Постоянно Тяжело Даже Я примерно Представляю То есть Смотрите Мы можем Тянуть 32 тонны В стандартном Нашем Оснащении С обычным Прицепом С обычным Трехостиком 32 тонны Груза Если С этими 32 тоннами Груза Он будет Ити в Длинный Затяжной 5-километровый Подъем Там 9 Например Каких-нибудь Процентов Вот У меня Сомнения Берут Что Сможет Леон Его Вытянуть Как Бы Вроде Зацеп Да У него Будет Хороший 8 Колес У него Цепляются Но И должно Соответствовать Еще Кое Что Что У него Должна Быть Резина Шипованная И Подкидухи Стоять Должны Как Минимум Хотя Под Одним Мостом Тогда Он Вытянет Я Уверен Что Он Вытянет Ну А Так Вообще Конечно Я Хотел Б Когда Нем Протестировать Такой Грузовик В разных Условиях По разному Рельефу И Тогда Я На 100% Буду Понимать Как Он Работает То есть Я Однозначно Могу Сказать По поводу Двухостника И Вот Этого 6.2 У которого Средний Мост Подъемный Что Это Неэффективно Это Не для Скандинавии 6.2 Как У меня С Третьим Подъемным Полностью Мостом С Любым Весом Это То Что Надо Вот Он Подходит Для Нашей Работы В самый Раз 6.4 Немножко У него Другая Специфика И Дорогизна Этих Грузовиков А тем Более В 2000 Как Наступил 23 И в Прошлом Году 2022 Цены Вскочили Просто В космос На Эти Все Грузовики Что Я Уверен Что Ни Один Норвег Не Купит Себе 6.4 Просто Чтобы Возить 8 Тон В Прицепе Никогда Я думаю Было Было Очень Понятно Значит Там Еще Звучал Вопрос По поводу Манипулятора Который В моем Виде Где Ехал По Семерке На Цепях В Колонне Спереди У меня Ехал Манипулятор Сколько У него Там Было Осей 4 По Моему Да То есть Человек Хотел Узнать Разницу В Шансах Вылезть На Перевал Колесной Формулой 6.2 С То есть 6.4 Я считаю Бесподъемного Он Не везде Подходит Абсолютно Не везде А если Он Подъемный И Когда На перевале Мы будем Его Подымать То Я же Говорю Что Его Смысл Теряется Зачем Нам Тогда 6.4 Манипулятор Который Там Ехал 8 Да У него Насчитали Осей Каких 8 В смысле 8.4 Конфигурация Его Сидельный Тягач Сидельный Тягач С Грузовиком Просто Небо И Земля Отличие Идет По Поводу Вот Этих Всех Передвижений И я То же Самое Я не Могу Представить Если Я Еще Там В Армии Ездил На Урале У Что То Я Уже Попутал Ну Правда Не Включалась Там Половина Нигде Ничего Вот В лучшем Случа Если У вас Просто Он Ехал Это Хорошо Уже Было Короче 6.2 Круче 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 Всех Универсальный Он Универсальный Вот Так Я Могу Вам Сказать Да Он Не Подойдет Где То Гребти Там В Грязище Какой Нибудь Конечно Завязнет То есть Это Был Пример У нас На базе Я Не Снимал Видео Вот Много Было Участников В этом Мы Перегоняли Значит Прицепы На Другую Площадку А Там Земля Мягкая То есть Мороз Все равно Не смог Сильно Заморозить Ее И Первый Взяли Тягач Значит Трехосник Ну 6.2 Да Такая Как у Меня И Все Ее Засадили По уши В рязь Вот То есть Прицеп Был Подгруженный Который С которым Застряли Ну И Значит Опустив Ленивца Он Как бы Не будет Ехать Да Поднимаем Ленивца У нас От веса Начинает Проваливаться Тягач Просто Ось Его Начинает Закапывать Сама Себя Вот Здесь В том Случай В грязи Колупаться Вот 6.4 Было бы Да Конечно Все Включили бы Мосты И просто Газ в пол И Выехали бы Возможно Или закопались бы Еще больше Ну вот Ну в общем Все познается в сравнении Вот так сказать Так погнали дальше Еще пару вопросов А что за палки Вдоль дороги Воткнуты Ну вот У нас здесь есть палки Вдоль дорог Воткнуты Значит Палки Вдоль дорог Воткнуты Это Конец асфальта Грубо говоря Вам Чтобы было понятно Это обозначение Где уже за этими палками Нету асфальта Все То есть Ну и чтобы мы понимали Видели дорогу В сложных условиях Они все с фликерами Значит На семерке Там высокие Такие столбища Есть Они все До верха Полностью Тоже В светоотражающих Элементах То есть Мы едем Всегда их видим По краям И ночью Например В сложных И днем В сложных погодных условиях Когда метели Какие-то Снегопады Мы видим их Вот в любом случае По краям Ориентируемся Где у нас дорога Скажите пожалуйста А где ссылка на второй канал Или его название Ребята Ссылка на канал У меня на основной На главной странице Моего канала Там есть Я вот вам сейчас Не назову То есть Пощелк Там вот есть Эти менюшки Да Видео Сообщество Плейлисты Там Что-то там еще И там есть Еще какое-то Вот Название Если вы там пощелкаете Вы найдете там этот канал Вот А так в принципе На английском Федор Гурбо У меня фамилия Гурбо Пишется через H Английское То есть Хурбо Так вот если прочитать Получается И вы попадете На мой второй канал И периодически Да Во вкладке Сообщества Вы найдете видео Которое я иногда Делаю Точнее там Публикации С видео Которое на втором канале Значит Добавлю про второй канал Там нету Разговоров Никаких Там просто движения Суть этого канала Он предназначался И создавался Для Молодых пользователей Так сказать Ютуба Кто играет в игры Евротрак симулятор Американ трак симулятор Я сам в эту игрушку Играл в детстве Сбили оленя Сволочи какие-то То есть там Поэтому не надо Там ждать Какого-то чуда Там два вида Вот у меня будет С головы камера И еще бывает здесь В этом рейсе Я ее не использовал Я так ее Не смог никуда Присобачить Из-за спины Чтобы получается Два зеркала в обзоре Вся панель И руль Вот это такое Ой оленей тут Вон в лесу Много Ну и кто у нас тут Хочет их пофоткать Выйти Австриец Ну выйди Пофоткай На что ребят Не ответил А Если рабочее время Закончилось Остановиться негде Как быть Как быть Вчера Мне проверяли Ответы Ответы так сказать Вот они могут теряться Либо через несколько дней Только я их могу увидеть Поэтому Если где-то кого-то Я не услышал Где-то что-то не прочитал Напишите еще раз Я обязательно Это все Увижу И так же Под этим видео Пишите свои вопросы О чем еще рассказать Что не договорили Значит все Что я говорю Хочу напомнить Это я говорю Со своей колокольни Вот этой вот Я не профессионал Там ни в чем Ни в каких-то тягачах Грузовиках Я просто выполняю свою работу И Как я это вижу Так я вам это и говорю Слушать меня Не слушать Это решать уже каждому Я никого Ничему не учу Я могу показать Как правильно Это делается Например Расцепка-зацепка прицепа Я ее Снимал видео на канале Я показывал так Как требовали Этого в ГАИ В Латвии Когда вы сдаете На 95-й код На длинный 95-й код Именно так Это требовали Я это так и показал Вот Так же там По каким-то еще Если где-то моментам Требовательным Я тоже могу это сказать А так в целом Все Все как у всех Да, ребят Как-то надо проехать По мосту А снега здесь По колено Ладно Шучу я Нахожусь я на стоянке Рядом Наша дорога Проходит Но хотя По этому мосту Давным-давно ездили Это старая дорога была Через речку Мост Стояночка Нормально машин Поместится Если не лето Потому что летом Здесь будет дохрена Кемпингов Это 45-я дорога Движемся мы Сегодня На границу Бьернфилд По 10-й дороге Посмотрим Как там погода Я вчера вечером Смотрел Когда шел снег Так Я здесь не провалюсь Хоть Нет, провалюсь Здесь ездят Снегоходы Ну вот Следы Как бы О, видали И все Поэтому дальше Я не пойду У меня утренняя Такая прогулка Двери в машине Приоткрыл Утреннее Так сказать Проветривание Сейчас позавтракаю Буду стартовать Погодка хорошая Не холодно Ну точнее Я хотел бы Чтобы было поморозней Вот Дорога Была бы поуверенней А так 0, минус 1 Плюс 1 Минус 2 В общем Пляшет Пляшет Здесь также туалет Теплый Но вода В нем не теплая Почему-то Умывался я холодный Сам туалет теплый Ну вот Только вот Еще две машинки Стоят И я Стоят Продолжение следует... Продолжение следует... Увидела это. Куча снегоходов переезжала дорогу. Ну и в целом какая-то база здесь. Туристическая. И тут рассекают по всем лесам на снегоходах. Ну вообще в целом. По всему маршруту периодически где-то едут снегоходы. Здесь это в порядке вещей на всем севере. Зимой огромное их количество. Продолжение следует... Вот наши друзья стоят. Они, не знаю, иногда напоминают гаишников в России. И в Беларуси тоже. Вот стоят посреди дороги и вообще им по барабану. Ну вот, очухались. А им... Знаете что? Ну куда ты ломишься? Ну, я понял, почему они на дороге. Это люди еб... Лежал корм, морковка какая-то, еще всякая фигня. Ну то есть, понимаете, да? Прямо на дороге эти недоумки кинули, блядь, еды оленям. Ну специально, наверное, чтобы на них кто-то сходу залетел в них. Но так же не делается. А они стоят и жрут, и им по барабану. А мы с вами подбираемся к границе полярного круга северного. Ек-мек. Летом я там бывал, снимал видео. И приобрел я сертификат о пересечении полярного круга. Так, ну и сейчас я хочу тоже заехать, посмотреть, как тут зимой. Какие виды пейзажей. Напротив там озера должно быть. Да, смотрю, вон, кто-то заехал туда. Ну и я где-то там, место бы там позволяло заезжать. Значит, сертификаты, сувениры и кафе. Продолжение следует... Единственное, что могу сказать, что немноголюдно. Так как было летом, сейчас не так уж много. Значит, я говорил уже в видео, когда летом здесь был, что здесь все приезжают и обклеивают, в общем, эти стенды, да, своими, с городов, со своих стран, разными наклейками какими-то. И еще здесь клеить, клеить, клеить можно огромное количество. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 проработать я думаю на перевале никаких там у нас вопросов не должно возникать и вот такой вот у нас вышел путь путь ну и посмотрим чтобы ждать там в обратную сторону выгрузки тоже может быть сниму хотя будет темно в общем будут по обстоятельствам смотреть по погоде опять-таки тоже вдруг там дождь какой-нибудь пойдет то я конечно же ничего снимать не буду но пока едем дальше а а по так а Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. То есть во всех сторонах, во всех углах, везде все разъезжено. Ну то есть здесь, если у вас есть неохот, вы просто приезжаете, снимаете его с лафета и едете, куда вам его в голову взбредет. Но вот чего не хватает в Керуне и в районе ее, хотя бы километров 10 до нее или после нее, это нормальные грузовые стоянки. Вот здесь, конечно, такой косячок имеется. И если перевал закрыт, Бернфилл, и вам нужно ждать, вас не отправляют через Килпес-Ярве, через Финляндию, то, в принципе, стоять негде. Была стояночка, сколько? Ну, километров 20, да, наверное, 30. Ну, я по условиям даже не знаю, есть там что-то, работает ли там что-то или нет. Машинки стояли, как бы, но тоже небольшая, ненамного машин. Здесь, да, в летнее время, если дальше ехать в сторону границы Норвегии, да, есть парковки, на которые можно заехать. Две их, по-моему, есть нормальные, где туалет, теплый туалет с водой горячей, все как положено. Но сейчас зимой, я не уверен, что на какую-то из этих стоянок можно заехать. Мы с вами посмотрим обязательно, можно ли на них заехать. Когда они нам по дороге попадутся. Ну, здесь, конечно, долина такая открывается, шикарный вид. На камере, наверное, так оно не передастся, как глазами, но красиво очень. Именно за тем холмом вершинки такие белые снежные. Так, ну, а мне осталось 30 минут. Мне за 30 минут нужно где-то остановиться и сделать паузу. Так, увидел я какую-то площадочку. Стояла машинка, то я здесь отстаюсь, сейчас припаркуюсь. Асфальтированная. Ну и трактор, я так понимаю, здесь ее только что как раз почистил. Так, ладно. Так, ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Периодически машинки встречаются. Пару грузовых тоже было. Сзади сейчас там кто-то пытается меня обогнать. Ищет момент, но сейчас тоже увижу прямую. Покажу, чтобы я обгонял. Ну и начинает темнеть потихоньку. У нас время идет к 3 часам дня. И я думаю, сейчас за часик стемнеет. Поэтому, думаю, еще до границы мы по светлому успеем доехать. По стояночкам было 2 стоянки. Еще должна быть одна. Вот на одну был нормальный заезд. Все почищено. Туалеты там работают. На вторую. Так себе заезд. Места не очень много. Ну и вроде бы как тоже туалет работает. Стояло пару легковушек на той стоянке. Но грузовиков ни на первой, ни на второй не было. Так что вот как бы, когда сильных осадков нету, то стоянки прочищают. Но если надолго заряжается снег на несколько дней, то на эти стоянки нечего рассчитывать. Которые все по маршруту от Керуны до Нарвика. Огромное замерзшее озеро. Сурово выглядит это все. Как видите, кармашки есть. Я уже не один такой проезжаю. Где-то стоят знаки. Парковка. Где-то нет. Проезжал тоже паркинг. Ну как паркинг. Площадка. Туалета там не было. Но она хорошая, большая. Но вся была засыпана снегом. На нее если есть заедешь, то вряд ли выйдешь потом. И вот у нас сейчас будет парковочка. 800 метров. Это, по-моему, последняя будет с туалетом стоянка до границы. Ну, на самой границе есть туалет. Ну, а я думаю, она будет, стоянка эта открыта. На нее можно заехать. Но не факт. Вот я смотрю грузовик. Так на нее и не поехал. Я тоже заезжать-то не буду. Но по виду вполне хочу сказать крейс. Крейс почему-то не захотел заезжать на стоянку. По виду там все нормально, в принципе. Единственное, что если вы тяжелый, может быть немножко проблемно с выездом. Я, например, со своим весом спокойно там встал и выехал. Вон там выше паровоз идет грузовой. С углем, наверное, каким-то. В Керуне добыча угля. Происходит. Сауи. Что-то под вечер в машинке повылазит. Ну и дорожка, я хочу сказать, такой каток хороший. Хоть и минус 7, но рядом эти озера плохо замерзшие. То скользкая дорога. Справа у меня уже темно, слева у меня еще светло. Вот так. Лучше правильно. Справа у нас север, слева у нас юг. Получается. В данный момент вот как мы двигаемся. Здесь повышенное скользотище. И у нас знаки стоят. Что возможен камнепад. Два километра расстояния. Опасная зона. Дорожка, конечно, в данный момент не из приятных. Шаг влево, шаг вправо. И с дороги можно уйти легенько. Еще усложняют, что кочки на дороге, которые ты не видишь. Но вот видите, как несмотря на все это, здесь в этой части Скандинавии обгоняют на любой дороге. Хе-хе. И мы с вами подъезжаем к месту, где я провел двое суток в снежном плену. Дорога была закрыта. Вот я дошкреб до этой с правой стороны площадки. Довольно-таки широкая. И двое суток здесь торчало. Рассказ я делал на канале. Оставлю ссылку в описании. Кому интересно, переходите и слушайте, что я там вам рассказывал. Там немножко фотки повставлял. Какие были. В общем, интересный рассказ. И здесь вот были выстроены машинки вот от этой площадки, которая была и до этого шлагбаума. Этот шлагбаум был закрыт. Здесь также есть туалет. Перешла к баму. Ну и получается карман здесь немножко есть, на камере не было видно. Карман. Туалет. Шлагбаум. И все. И потом дорога была одна полосная. То есть все было завалено снегом. Снегочиститель чистил. Ну и движение в колонне было и туда, и обратно. И где-то тоже посередине маршрута, от границы до этого шлагбаума, разменивались со встречной колонны. И все. Здесь как бы подъем не страшен, если вас ничего не тормозит. Никто не повисит где-то на подъеме по какой-то причине. Как бы редко у кого здесь бывают проблемы. Ну, конечно, в самую такую жесткую непогоду, но в принципе лучше и не сурнуться, подождать следующего дня, если даже дорога открыта. Ну, обычно в Норвегии, как бы, они очень быстро ее закрывают. Только что-то, если начинается такое, сильный ветер подымается, то есть начинает заметать, то дорогу моментально закрывают. Здесь у нас столбики уже сменили цвет, как видите. Были красные стали. Салатовые. И все, до границы. 27 километров. Если сейчас будут знаки, сколько процентов подъем, то, конечно же, я вам покажу и сообщу. Пока еще видно дорогу, можно еще что-то снимать. Здесь сейчас проехали, стоянка была, но там все было под снегом. Как таковых здесь подъема, перевала конкретного нет. Здесь есть небольшие подъемчики. И просто, чтобы вам было понятно, я сейчас вот как шел, так и иду. Даже ленивец не подымал. Вес никакой не перекидывал. У меня 6 тонн на ведущую ось и 4,5 тонны на ленивце лежит. И я вполне себе уверенно здесь иду. Ну вот да. Вот этот подъемчик сейчас трошки подвуксовать начало, но я ничего даже не буду переключать. Спокойно подымаюсь, да и все. Все, вот этот населенный пункт у нас. И уже будет сама таможня. До Нарвика 53 километра, 7 километров до границы. То есть, получается, предпоследний, предпоследняя деревушка была там с железнодорожной станцией. И сейчас уже, как это правильно, Ринскраген, как это называется, городок на шведской стороне. Бьернфилд, это уже название норвежское. Красиво, конечно, здесь, чтобы было светло и солнышко. Пейзажи, конечно, здесь красиво. О, какая огромная куча оленей по правой стороне, но мы их на камере не увидим. Они все стоят на такой горке. И если вдруг я сюда, сюда буду возвращаться, вот знак оленей, и правая сторона там вся в оленях. Просто там их, я не знаю, сколько. Если вдруг сюда я буду возвращаться, и днем, то я сниму на видео обязательно. А я еще думаю, что-то на вершине машинка там притормозила. Легковая. Вот это они там фотографировали 100%. Или видос снимать. И сейчас проедем мы последний подъемчик перед таможней. Злосчастный подъем, на котором я вынужден был остановиться. В рассказе, в котором ссылка в описании. И уже тронуться я не смог. Вес у меня тогда был, по-моему, около 18 тонн, что-то в этом роде. И я чуть-чуть буквально не докрался. Уже до прямой дороги. Вот это за этим мостом. Вот где-то здесь плюс-минус я тогда и завис. Все. Одел одну цепь. Или две, или одну, я уже не помню. И я только тогда смогу тронуться с места и доползти до самой таможни, на которую мы с вами добрались. Вертолетика не вижу я никакого. Нету его. А может зимой он и не прилетает сюда? Ну да, потому что тут все снегом завалено, там нет никакой даже площадки. Итак, я уже показывал процедуру, но еще раз покажу. Транзитную декларацию, которую мне дали на границе, когда я выезжал из Норвегии. Никакие документы больше брать не надо, только берем эту транзитную декларацию. И я свой листик возьму. Мне на нем... Может поставить штамп, могут не поставить штамп. Вот, сейчас посмотрим. Вот. Все, поставили мне штампик. Транзитную декларацию, как я говорил, что ее забрали. Так, все, мы же мычим искать стоянку. Ну что, пробуем тронуться с опущенным ленивцем. Ну, вы знаете, поехала. Не поставил я начало страны Норвегии. Ну, сейчас здесь возьмусь. В кармашек тоже здесь собирают кучу машин, когда движение в колонне. Забыл я фару включить. Не то, что страну. Ух. Так. Начало страны Норвегии. Все, погнали дальше. Итак, 45 до Нарвика, 129 до Харстада. И до Лафатен я не успел рассмотреть сколько. Так, здесь у нас тоже такой подъемчик ждет. Но попробую я его, не подымая ленивца, тоже пройти. Здесь, кстати, тоже есть площадка. Если вы идете в Норвегию, то за границей получается, за таможней, с левой стороны площадка. Ну, там нету туалета, ничего нет. И все. Здесь уже начинается спуск. Вот он, знак. 9% спуска. То есть, с той стороны, да, вот. Когда вы идете с Норвегии в Швецию, то подъемчик там посложнее. И более часто там надевают цепи, чем со стороны Керуны, когда вы идете. И здесь, когда вроде бы уже дело было на спуск, есть еще один подъемчик. Тоже небольшой такой. На средней скорости вполне спокойно на него. Заходим. И витриные мощные генераторы. Мельницы. Так, вот я с опущенным ленивцем иду. Немножко пробуксовочка была. И вот сейчас немножко буксует. Но, видите, нормально. Кто не смотрел предыдущие видео, вес у меня 9 тонн всего. Но на заднюю, на заднюю часть прицепа, на половину задней части прицепа у меня весь этот вес считается. То есть, на половину заднего прицепа у меня 8 тонн, и спереди у меня стоит там 1,5 тонн. Ну, спасая то, что на прицепе подъемный мост, поэтому я с самого начала еду с поднятым на прицепе. Ну, вот на тягаче по всему маршруту с самого начала периодически опускаю и поднимаю в зависимости от дорожной обстановки. В самом Нарвике каток, так как он возле фьорда и выход к морю, поэтому кольцам нужно поаккуратнее подъезжать. Так, наш циркуль и место есть, как я и предполагал. У меня на камерах закончилась память на обеих, поэтому... Да снимаю уже я на телефон. Отлично, прямо напротив вход. У меня первая выгрузка в Нарвике. Стою, жду, пока мне кто-нибудь откроет. Я позвонил уже, должны меня встретить. Так, проехал я через тоннель, который с дороги закрытый. Ну вот. То есть адрес в документах не соответствовал реальности. Я позвонил по контакту, который был указан, и он мне сообщил, как доехать. Я доехал, и здесь уже позвонил второму контакту, который указан вон на той табличке. Чекпоинт. И сказали, через течение пяти минут кто-то будет. Ну и здесь сразу я вижу там спуск вниз. Вот. И потом, чтобы на него забраться, надо, чтобы мне на ходу кто-то открыл ворота, и я выезжал, потому что по-другому я не выеду. Ну и сейчас ждем, посмотрим, как тут что выгружаться будет. Пришел чувак, открыл... А, кстати, здесь очень хорошо засыпано. Я уже вижу, что четенько засыпано, поэтому здесь вопросов у меня не должно быть никаких. Сказал, куда-то ехать вниз, и там какая-то площадка. Ну, я предполагаю, там, где он стоит, грузовичок. С боковыми дверями Рев. Ну, вот где-то там. А, да, это чувак, я из Швета. В Керуне он стоял на стоянке. А я приехал на стоянку, а он уехал со стоянки. Ну, ладно, подожду пока. Я так понимаю, он первый, его еще не выгружали, поэтому будем ждать. Так, идет что-то мне рассказывать. Я уже чайник поставил. Просто подошел, сказал, что подождать нужно. И потом вместо него он уедет, я ставлю на его место, и он выгрузит. То есть, вот такое здесь мощное место выгрузки. Площадка, как он вначале сказал перед воротом, говорит, там площадка для выгрузки. Ну, я бы не сказал, что здесь площадка. Ладно, ждем. Как раз рассветет, наверное. Ух ты, какие у него там трубы в потолок. Линдоб. Линдоб, да, такими вот занимается производством. Легкие грузы у них всегда, но вот такие всякие трубы. И разное подобное. Вот большие лежат передо мной здесь, внизу. Это тоже линдобовская все. Все вот эти вот конструкции, короче, вентиляционные и так далее. Что, все, что ли, так быстро? Я чай еще не успел попить. Так, надо нам как-то разъехаться с ним. Вот. Так, надо нам бить, так далее. Нет, его просто ставят по-другому, чтобы удобнее было выгружать. Я так понял. Ага, ну и скорее всего меня таким же образом буду ставить. Так что все нормально, чай успею попить. Почти выгрузились. Липхерт, конечно, мощный. У него только вот эта вот плита 40, а нет, 11, 10, 10, 30, 42, плюс 11 тонн, по-моему, да, написано на самой нижней. Ну вот, получается у нас 53 тонны. Это только вот это вот у него баланс. Сколько он вообще весит, неизвестно, конечно. Я думаю, тонн 100. Одна стрелача его стоит, конечно. У нас там вдалеке горнолыжный какой-то спуск. Я вижу. Ну и мы почти закончили. Осталась вот эта вот длинная пачка. И мне назад он поставит мои эти, как я их назвал, обои. Может, это и есть обои, я не знаю, если честно. И поедем мы в Харстад. Как раз таки вот, видите, написано. Вот нам туда. Так, ну что, выезжаем. Выгрузился я. И можно считать пустым еду в Харстад. Да выгружать свои эти политики легенькие. Один только там и зол тонну весит. И больше там ничего нет. Так, если никто не... Вот оно что. Так, теперь выехать, не махнув хвостом. И не зафигачить ни палеты, ни эти трубы. Ну, не должен. Место до хрена. Все отлично. Так, сказали мне, что ворота у нас открываются автоматически. Ну и здесь большой погрузчик катался. Вон там стоит. Он посыпал здесь тоже еще дополнительно. Да, ну там просто вообще почти как асфальт. Все, здесь, я так понимаю, строится новый район какой-то. Сюда уже проделали тоннель. Вот, вы видите, будет он называться фуру Мо Туннеллен. И длина его будет 600 метров. Вот, сейчас, естественно, он закрыт. Он только для спецтехники и для меня. А я, наверное, так как здесь никто не ездит, я здесь сейчас остановлюсь, посмотрю свой адрес. Там тоннельчик небольшой. И выезжает темномост. 1500 метров длина его. И в горах, какой красивый месяц. Половина луны высвечивается. Я надеюсь, что на камере половина. Субтитры сделал DimaTorzok Реально, какое-то такое сказочное место. Луна из-за горы высвечивается. Классная дорога, ровненькая. Укатанный снег со льдом. Ни одной машины. Шикарно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тоже на пути к Харстаду есть мост. Вообще, в целом, в этой части Норвегии мостов огромнейшее количество, так как здесь очень много островов. И через острова у вас три есть варианта движения. Это мост, тоннель и паромчик. Ну, вот к основным городам, в принципе, мы везде подъезжаем без паромов. По либо тоннелю, либо мосту. Ну и вообще, в целом, мосты, я уже это говорил не раз, мосты являются достопримечательностью Норвегии. И у нас кольцо с развязкой на Харстад и на Лафатене. До Лафатенов 300 километров отсюда. И также Сортланд. Хороший городок, мне нравится. Там есть грузовая стоянка с комнатой отдыха для водителя, со стиральной машиной. Сушилка, не помню, есть там или нет. Но давненько я там не был. В последний раз я там был, когда еще рыбу возил в рейфе. Так, у нас поворот по второй выгрузке. Я надеюсь, мне здесь цепи не понадобятся. Еще три километра. Петлять по этой дороге. Ну и посмотрим. Я по гуглу сейчас посмотрел, то не особо понял, где там выгружаться. Значит, по факту придется узнавать. Здесь дорога идет возле воды. Ну и, конечно же, здесь просто лед. Один сплошной лед. Ничем не посыпано, естественно. Зачем? Так. Бергтранспорт, но это не то, что мне надо У меня показывает 300 метров На непонятной дороге, поэтому я пойду прогуляюсь я в разведку Посмотрю, что там Тут просто жесткий подъем И это даже не сюда, а еще туда дальше Вот наверху там эта компания Фу, не знаю, сейчас спустится ко мне вниз погрузчик И я попросил, чтобы меня на низу выгрузили Ну вот Но там не видно, так нельзя Там типа другая компания На территории этой компании или что Ну здесь просто коток Здесь я пустой С поднятым ленивцем Но считайте, у меня веса никакого нет вообще на седле Я хрен сюда поднимусь Ну и сказали, сейчас, короче, спустится погрузчик Мы решим, как я сюда буду добираться Ну, я не знаю, я думаю, надеюсь, вам видно, да? Какой идет спуск Я сам не навернулся уже Один раз Чуть не навернулся, точнее О, и опять еще не навернулся И, ну, прикол в том, что еще вот Как сюда повернуть Ну, повернуть-то вот все То есть повернул я И у меня скорости нету И все Я хрен сюда зашкрябаюсь Так Ух ты, е-мое Что ж такое Ну и тут еще и выехать Не затормозишь Поедешь туда, во фьорд Так, вон идет Мужичок с собачкой Эта собачка там по дороге Кидалась на другую собачку Или это женщина Я людей так стараюсь не снимать Которых прямо вижу Потому что не каждому это Может понравиться Ну и чтобы Ко мне не было никаких Претензий Ну и чуйка у меня Что придется мне одевать цепи Притом две штуки Потому что я даже на одной Чувствую туда Не подымусь Хотя, может, я преувеличиваю Ладно, сейчас посмотрим Так, ездит ко мне трактор Погрузчик Оказалось вообще Не это место Вначале мне высунули уже эту остановку А потом приехал чувак Говорит, нет, давай не сюда Это надо в другое место Поэтому мне надо отписать Что мы едем в другое место Итак, моя остановка Нашла свое место Я в таком, как бы Порту грузовом Кто-то хотел, чтобы я показал Свою приспособу для затяжки ремней Видите, я уже порядок себе навел здесь Вот она То есть Очень просто работать Берем вот замок Ой Вставляем В эту ручку То есть, да Ну, я уже не буду точно вам показывать Вот Вставили ручку Ну и тянем То есть обычный рычаг такой Дополнитель Вот такой он Я думаю Понятно А зачем я его взял? Чтобы крышу поднять Вон мчится мой Погрузчик уже Ко мне А мне нужно Подкачать крышу Я думаю Еще чуть качну И все нормально Она вылезет Снега им трохи насыпал Здесь ничего страшного Переживут Что ж, план Вот Снегоочистители, да? Посмотрим на них Мерседес И две Вольво Ну, я вам особо ничего не могу рассказать То, что два ведущих У него моста Это сто процентов Третий Подъемный Это с посыпалкой А у этого нету Снято, возможно А может ее здесь и не было Может у нее другое Предназначение 750-я Вольво FH16 Да Это вам Не хухры-мухры А вторая Вольво Обычная FH-ка 540-я Что ж План неизвестен На дальше Сейчас Выгружаю себя в Харстаде Точнее Выгружу Сейчас эту будку свою Потом Поеду в Харстад Еще у меня две выгрузки будет И Помчим мы с вами В сторону Бода Через маленький паромчик И если успею сегодня Загрузиться То загружусь Если нет То буду вставать на суточный И буду уже грузиться Завтра Получается После суточного Как-то так Еще зависит от того Как работает фирма Если фирма не допоздна Работает То грузиться я буду Только в среду Утром Сегодня у нас Понедельник Сказали мне что по кругу я выйду И не соврали Красивые снежные горы Так Две выгрузки У нас 12 часов дня Я это все должен успеть Дело Ну и Помчим На загрузку Я начинаю вспоминать Где у меня сейчас выгрузка Потому что бывал я здесь уже не раз Но давновато не был Но давновато не был Да вон наш монтер Там мы сейчас выкинем Одну загрузку Выгрузку И потом поедем еще Последнюю Закроем вопрос Видите остановки Это не хватает Может мою здесь и поставят Рено твиле Изи Оказалось это не магазин А сюда на стройку То есть рядом там ребята были Выгрузили меня По-быстрому Помогли мне Помог точнее один Который был Помог мне открыть Закрыть Ну короче быстренько Две минуты и готово Везде по всей Норвегии Мы всегда ищем слово Вот этот Варимотер Видите То есть это место выгрузки Последнее В моем случае Вот такая работенка Связанная с термотранзитом Ну получается за полдня Это было 4 выгрузки На 4 выгрузки Это было просто минимум Потому что обычно там В районе 10 Вы вылавливаете Выгрузок Ну и дают такими вот Кусками районами Вот у меня сейчас был Норвег Хорстат Бывает там тромса Например вокруг тромса Все вы там везде объезжаете Вот Ну у меня вообще чуть-чуть Как бы было груза И тем более Не под завязку Был загружен А сейчас мне нужно Выстроить маршрут До загрузки Посчитать Сколько выходит Расстояние И чтобы понимать Как мне дальше ехать То есть Успею я сегодня Загрузиться Или нет Загрузиться Меня это начинает бесить У меня камера выключается Когда у нее 20% заряда То есть Что-то за херня такая Может я что-то там В настройках Наковырял Надо будет пересмотреть Это все дело Потому что Ну это ненормально 20% и все Она тупо берет И вырубается Чел стоит Соткает номера И потом Счет приходит На Автомобильную Оплату дорог Брабисек Или Автопас То есть Здесь водителям Ничего платить не надо И на этом пароме Нужно выходить С машины Находиться во время Во время Пока он плывет В машине Нельзя Открыта у нас палуба Но здесь скользотища Такая Что можно Вывалиться За борт Чуть больше часа Он идет Продолжение следует... Продолжение следует... Завершу я свое видео на пароме И посмотрим Что нас ждет еще Субтитры сделал DimaTorzok Вольво 750 ФА16 6х4 Значит, ребят Находимся мы с вами В городке Инхавет Здесь Небольшая грузовая стоянка Рядом Магазин Отель Кафе И там же есть И душ И туалет Вот вам розетки На любой Вкус Возле меня Тоже есть розетки Но мне, к сожалению Нечего включить Туда Вот И там тоже еще То есть Ну, короче Розеток куча И здесь стоит знак Что Нехрен тарахтись Зона Но это там То есть На грузовой стоянке Это не то есть Насколько я понимаю Или это В общем Вся зона Ну, короче Я все равно завожусь Потому что у меня Как бы вариантов Других нет Чтобы аккумуляторы Не подсадись Собственно Насколько я понял Это весь городок И есть его центр Эпицентр Там кольцо впереди И все Больше здесь Ничего такого нету Валит у нас снег Ну, у меня Как вы поняли Выходной Так как На загрузку Я вчера приехал В пустые Ой, в пустые, я говорю В закрытые ворота Все И мне сказали Что В 7 утра В 7 утра Так как мне делать суточный То, естественно Во вторник Я уже загружаться не мог И буду грузиться Только Завтра утро Ну, а Мы с вами спустимся Сейчас вниз К воде Посмотрим Ну, хотя бы Ничего не посмотрим Ну, вот Потому что Погода Как сами Как видите Затуманенная Такая Ну, должен валить снег Сегодня-завтра Чувствуется Такой мокрый А так Тишина Спокойствие Здесь Большая кемпинговая стоянка Да, кстати Забыл сказать Вот как и здесь Стоянка для кемпингов Здесь все Кругом в электричестве И вот Тут для кемпингов Целый А, вот Электричество за день 25 евро Для кемпингов Вот так Короче, здесь рыбалка И все, что хотите Ну, естественно Так как сейчас Не сезон То вон стоит Одна машина Я так понимаю Это немецкие номера Потому что Старый мерседес Да Хотя нет Это французский По-моему Да Франция Обалдеет Не знаю Там есть кто-то Или это просто Брошенная машина Ну и вот Мы добрались До Пирса Но Видимости у нас Нету Никакой Ну, пойдем Хоть посмотрим На Катера Которые припаркованы Небольшие Погодка не холодная Довольно-таки Приятная Для прогулок Вот поэтому Я прогуливаюсь Так Не упасть бы в воду Хе-хе О, будет прикол На небольшом островке Чайки Крякают И вороны С ними тоже Вижу по соседству Все, друзья Вот такая вот У нас работенка Это одна Из ее частей Так сказать Поэтому В следующем видео Мы с вами Загрузимся В обратную сторону И будет Будем выбирать Маршрут Потому что У меня не будет Таможни И мне нужно будет Самому Принимать решение Куда ехать Какой границей Вот Ну там будет Вариантов у нас Несколько Вот Короче Тоже Думаю Будет Интересна Погода На сегодня На завтра Передают Снег Поэтому Я еще не знаю Даже что я буду Загружать Поэтому Зависит Конечно же Контент От того Что мне Загрузить Если загрузить Что-то тяжелейшее То есть вариант Что придется Одевать цепи Я делал Суточный И должна была Быть у меня Загрузка Все так и произошло Я загрузился Груз у меня Просто великолепный Пустая тара Где-то Около Трех тонн Там веса Ну в общем Короче Передвигаться С таким весом Шикарно Ну конечно Может быть Шикарнее было бы Чуть Потяжелее Чтоб еще было Но На север 8 тонн С севера 3 тонны Это Редкость Поэтому Кто думает Что когда-то Будет работать И так же сам Будет возить То на это Не надейтесь Вот Отсюда Должна идти Стабильная Тридцаточка Мусора В какое-нибудь Направление Я не знаю Что еще с севера В принципе На Полуприцепах Возят Тентовых Итак Я Хотел показать Карту Но мистически Куда-то Она делась Из моей кабины Я не знаю Где Была у меня Карта Такая хорошая Куда Я запер Или я ее Забыл В 300 Я не Помню Просто Вообще Вот И значит У меня с этой тарой Мне не нужна Таможня Так как Если С какого-то Склада в Швеции Едет в Норвегию Товар Он там В ящиках Или на палетах Или в этом В моем случае Вот он был В этих Кубовиках И эта тара Потом ездит обратно На этот склад Из Норвегии То таможня Не нужна Вот так вот Это Стопроцентная Информация Итак Мы с вами Находимся Вот здесь Где я и был Городок Инавет Так И мы с вами Выдвинемся По шестерке До Фауски И еще дальше Чуть до Тор-Йорт И поедем По 77 Дороге У меня летом Она мелькала Эта дорога 77 Или весной Или летом Но когда-то Она была Ну сейчас мы ее зимнюю Посмотрим Как она выглядит И 95 Шведская Ну и дальше Там уже по Швеции У нас Больший путь Будет пролегать По Швеции Значит 150 Там примерно Плюс-минус Минь километров До этой границы И нам нужно Попасть Вот сюда В Стокгольм В район Стокгольма Будет выгрузка 1500 Ой Не 1500 1400 километров Короче Нам надо проехать И по дороге Мы с вами Сегодня поговорим О частом Таком вопросе Кто собирается идти в дальнобой На чем же лучше работать На рефе Или на тенте Мы с вами В данной Ситуации Рассмотрим Конкретную работу В Скандинавии На рефе И на тенте Я работал на рефе Около года Ну и на тенте Вот считайте 4 года я работаю Поэтому у меня есть Что вам сказать И я выскажу Свою точку зрения По поводу рефов И по поводу тентов Вот Кто не согласен У кого другая точка зрения Может про какие-то Другие прицепы Но о работе в Скандинавии Пишите в комментариях Будем обсуждать Если что Будем снимать еще видео Поэтому Давайте Давайте Что давайте Указатель Указатель Грузовая стоянка И Здесь Находится Заправка На которой Мы сейчас Зальем Полные паки И помчим В сторону Уже границ Буквально До поворота До 77 Осталось 500 метров Как видите Тоже здесь С розетками Все как положено Даже переключилась С одного пистолета На второй Удивительно И чек дала Прикиньте Вообще шикарно Значит стояночка Такая просторная Довольно-таки И Комната Для водителей Здесь Вон там Втором домике Сейчас мы подойдем Я уже тоже По-моему Делал я обзор Ну так Где-то в видео Оно попадалось И я показывал Это место Все здесь Написано По-русски Допуск для водителей Только с установленным Периодом вождения И отдыха Ну то есть Для водителей Фур Вот Для вызова Автоматического Открывания дверей Указан номер Во И все Спокойно Звоните И вам откроют Вот вам наглядный Минус рефа Стоит реф тарактит И отцепленный Стоит чувак Скорее всего В ночь он загрузился Рыбой Ночь проехал И днем сейчас Отдыхает Но чтобы нормально Выспаться Ему пришлось Расцепиться Чтобы реф не орал На ухо Это первый вариант Второй вариант Что он приехал На перецеп Но это маловероятно В этих краях По дороге Нагнал я Одного попутчика И как раз В этот момент Его Обгонял Другой грузовик Но мне уже Не хватило Вместо его Обогнать Ну и Продолжил я Путь за ним Думаю Ну как-то Надо его брать Я понял Что он Тяжелый Возможно С рыбой шел Рех Но как-то Странно было Что он На половину Подъема Заходил Очень даже Так эффективно А потом Просто его Как обрезал В общем Не знаю С чем это связано Может солярку Или Ну Ушел В эко режиме Каком-нибудь Я без понятия Я понимаю Когда Ты едешь Тяжелый И видишь Что за тобой Скапливаются машины И когда Есть место Где ты можешь Остановиться Пропустить Ну ладно Допустим Не каждый это делает Это процентов 60 Так Ну водители делают Я тоже Если я еду Тяжелый Я постоянно Пропускаю Ну и Значит В горку Он не едет А с горы Он сразу Начинает разгоняться То есть Где-то Если есть Какая-то Возможность Ты его Не обгонишь Ну да ладно Ехал Ехал Я за ним Минут 30 Наверное Я ехал И вот Вижу Уже Большое Расстояние И он Еще не успевает Набрать скорость Я начинаю Быстро Разгоняться Все-таки Мне быстрее И он Видит Я выехал На уже На встречную полосу Я поморгал Ему Что я Обгоняю И он Видит Что я Обгоняю Он даже Не подумал Спрасить Он наоборот Набирал скорость И в общем Он видит Что уже Встречка Вдалеке Но я Вижу Что как бы Мне эта встречка Не особо опасна Потому что Я ее Спокойно Обгоню Ой В смысле Я успею Закончить маневр Прежде чем Встречка Приблизиться Вот Но он Хотя бы Даже видел Это То есть Он даже Не сбросил Скорость Он продолжил Свой же Разгон Ну вот Есть такие Ну что Ребят Реф Или Тент Вот в чем Вопрос Мы не будем Обсуждать Остальные Виды Прицепов То есть Это Щиповоз Например Или Как он Правильно Мусоровоз Автовоз Бензовоз Нет У нас Есть Стандартные Прицепы С которыми Работает Большинство Это Реф И Тент На Скандинавии Есть еще Одна Разновидность Для Рефов Это Реф С боковой Загрузкой Но мы О них Тоже Не будем Говорить Их Сравнивать С тентом А я Немножко В конце Поговорю О этих Прицепах Потому что Я на нем Тоже Работал Давайте Я начну С рефрижератора И Начну Естественно Сразу С его Минусов Это Ночная Работа Потом Сдвинутый График Режима Труда И отдыха То есть У вас Суточные Сорок пятки Выпадают Там Среди Недели Выходные Вы едете Там Ну Как-то Так Это Опять-таки У большинства Есть Конечно же Исключения Кто работает Там Совсем По-другому Но Опять-таки Мы берем Фирмы Стандартные Где мы Можем Работать Например Литва Латвия Польша Эстония Вот Примерно 80% Работают Так Потому что Я знаю Ребят Кто работал В экипаже В Скандинавии И Также По одному До сих пор На рифах Ездят Поэтому Иногда Общаемся И я Примерно Знаю Как у них Где что происходит Вот Ну и плюс Я говорю Сам в этом В этой теме Работал Значит Реф Минус Его Мы поняли Да Второе Точнее Третье Уже Получается Но это Опять-таки Дело Привычки Ну Кто-то Не свыкается Кто-то Свыкается Это Шум Его Орет Если он В режиме Старт-стоп Он заводится Глохнет А режим Старт-стоп Вам обычно Указывает Ваш логист Или менеджер В каком режиме Ему работать И опять-таки Вот как стоял Например Норвег Днем Поспать И орет Вот эта вот Фигня Ну это Да Это Это жестко Летом Летом Дополнительная Температура От него еще Сзади Вот Небольшая Конечно Но ощутимая Когда реф Работает От него Жар В кабину Вам дополнительно Идет Конечно Зимой Зимой Может он Не завестись Там Аккумуляторы Или Там Что-то еще Вот Опять-таки То есть Тоже Его Процессы работы Если у вас Постоянный Реф Который Привязан К вашей машине Вам хорошо Вы знаете Что с ним Как с ним Вовремя Вы там Подадите Заявку На ремонт И так далее Если вы Работаете На перецепах Как работают Гиртек Авлантанок Рейс Сауе Херентес Ну Все большинство Кто работает На северах Работают Практически На перецепах Потому что Рыба с севера Практически Всегда идет Быстро Ей нужно быстро Достигнуть Своего клиента И поэтому Либо перецепляются Либо едут Экипажи И в итоге Экипаж все равно Где-то Рано или поздно Перецепится Я думаю С этим понятно Да Значит Ночь В чем суть ночи Что Вы можете на север Ехать С рыбой С чем-нибудь Ехать на север Можете ехать По дню Так Но обратно Вероятно Что 90% Вы будете ехать Ночью Почему Потому что Все загрузки Рыбой Практически После обеда А в лучшем случае Вечером А в худшем случае Они просто В часов 12 ночи Вас загрузят Поразбудят Скажут Все Грузись И едь нахрен Отсюда Вот Там получается Какая схема Если я ничего Точно не путаю Да Поправите Если кто-то знает В комментариях В ночь Уходит корабль С рыбаками Лодка Да Уходит за рыбой Где так Под утро Она возвращается Обратно с рыбой Это опять так Если вы грузитесь Не там где фермы Рыбные И большие фермы Нет Это мы на маленькие фирмы Где приходит корабль Рыбу быстро сортируют По ящикам Вам загружают И вы с ней мчитесь Так вот Утром приходит корабль Все зависит конечно же От погодных условий Он может задержаться И так далее И вот целый день Эта рыба сортируется Так Туда сюда Там все обрабатывается Сортируется По ящикам И все И к вечеру Как раз примерно Груз готов Вам его грузят Начинают все грузить машины И отправляют их В дальний путь Вот так Я думаю с этим понятно Плюсы рефа Того что Конечно же Вы Меньше Затрачиваете Физических усилий Там Зимой Вы не боретесь Замерзшим тентом Там Замерзшими Какими-то механизмами Открывания Того же самого тента Тех же самых Ну С дверями В принципе Одинаковая проблема Может быть Как у рефов Так и у тентов При открывании Но все же У рефов Более Закрытые замки Вот А у тентов Маленькие эти механизмы Они всегда замерзают Подмерзают В общем С ними Немножко больше Проблем Так И это здесь Мы берем Меньше усилий Да Например Если мы работаем На обычном рефе И вот потом В конце Мы поговорим Об рефе С боковой загрузкой Но Вот опять-таки По работе По Скандинавии Есть один Такой минус Рефа Что где-то На крайних Самых северах Где вот такие Вот говорю Маленькие Маленькие фирмочки Где загружается Одна, две Там три машины В день Например Вам Груз будут ставить На край прицепа А дальше Вы его будете Толкать По прицепу Сами И в лучшем случае Если у вас будет Хорошо выставлен прицеп Там да Местность такая Хорошая Где вы будете Как бы с горки его Толкать И составлять сами А в худшем случае Как у меня было Я приехал На загрузку И там Куча снега Там Этой наледи В общем Я смог припарковаться Под рампу И я не смог Подушками Выровнять ситуацию То есть у меня Получился угол Все равно Склон небольшой Небольшой Но он получился У меня Вот И мне ставят Эти палеты Они весят По 800 килограмм Один палет С рыбой Шатается Весь этот Мокрый Вонючий Грязный Я сказал Там на складе Кутарумын Рулил парадом Всеми Я говорю Я грузить Не буду Либо ты мне Давай помощника Либо я Ну я говорю Что грузиться Я не буду Он мне дал помощника А мы вдвоем С ним уже толкали Эти палеты Вот И В основном Все Фирмы Работодатели Знают эту Фишку Что Сами водители Грузят И за это вам Дополнительно Никто вам Ничего там Доплачивать не будет То есть Это типа Как норма Так Ну вот Ты раз работаешь На Скандинавии На Рефе Ты должен знать Эту тему И ты должен Быть готов К этому Вот Представьте Когда вы Загружаете Сами рыбу Да Ну это же все В мокром Течет Где-то там В вашей одежде Хана Просто Ну вот Рабочей одежде То есть Даже вы Если ее положите В этот В ящики боковые По обе стороны кабины Она и оттуда Вам будет Вонять То есть Ее нужно Потом в дальнейшем Стирать быстро Чтобы она вам там не воняла Либо возить ее Отдельно Какой-то комбез Который вы напяливаете Для такой загрузки И он у вас хранится Там в прицепе В ящике Например Вот Ну Я не знаю Да Конечно Не всегда все так плохо Бывает все и попроще И хорошие палеты С них ничего не течет И вы нормально загрузитесь Ни к чему не прикоснетесь Но Это редко Все равно Вы где-то там шморганетесь Где-то об стенку Там каким-то рукавом То есть А это все Это нож Все запахи эти рыбные От них потом сложно Избавиться Ну это Вот как бы Как я работал Как я это вижу Так Что еще про реф Я могу добавить Плюсы его Конечно же управления С рефом ехать Гораздо круче Он устойчивый Его там не так Бомбит ветром То есть Если у вас Тент там Начинает выгинаться Прогинаться То реф Как бы он четко идет Уверен В этом вопросов никаких нет И вы Опять-таки Плюсы крепления груза Вам ничего не надо Крепить в рефе Поставили стоечки И все И помчали Но это важно Очень важно За счет этого Я думаю Большинство не работает На тентах Потому что на тентах Нужно постоянно крепить груз А на рефах Это делать Абсолютно не надо Еще плюс рефа Того что вас На фирмах Загрузках Выгрузках Если вы Возите какую-то Продукцию Вас могут угощать Чем-то То есть Это нормальное явление Вас также могут Рыбой где-то угостить В других фирмах Я знаю Там Ну где там Молочку какую-то Возят Или еще что-то Вас могут там Йогуртами угостить На фруктах Там бананами Апельсинами То есть Не надо вам там Лезть воровать Я про это не говорю Да У нас умельцы Такие Что Только видят Какой-то груз Они туда залазят Ковыряются Набирают там Все кучу пакетов Этих самых Яблок Груш и всего остального То есть Это Я об этом не говорю Я говорю про честную работу Вот Без этой всякой херни То есть Даже если вам Ничего-то не дают Вы можете даже спросить Да Если как бы Немножко Наглости должно присутствовать Например у меня ее нету Я не могу подойти Так Вот там может Мне там дадите что-нибудь там Ну как бы нет Не дают Не дают Да и все как бы И собрался и уехал Вот Ну вы спокойно Можете спросить Если Ну Можете Да И Тоже Большая вероятность Что вам Что-нибудь дадут Вот На тентах вам могут дать Доску какую-нибудь Например Мусора могут Насыпать Ну как бы Что нам давать Что когда мы возим Практически всегда Стройматериалы Какие-то Либо там доска Либо там Ну еще что-то Дрова Вот Стопку дров Могут дать Может быть Вот Такое Ну вот Его как бы Плюс Плюс Есть Плюс например Опять-таки В зиму Там В более прохладную погоду Вы пустой Например Нету душа рядом Вы можете Растопить рев Так сказать Подогрев его Хорошенько И Хорошо С канистрочкой Там да С помощью разных Приспособ Вы можете принять Четко Душ в теплом Помещении Тоже Немаловажно Плюс Уборка Внутри Прицепа Тоже проще Конечно же На рев Рев Подмести Вымести Его там Вымыть Чем Заниматься С ревом Ой С тентом Еще Такой Небольшой Плюс Тех же Самых Транспортников Фрижератор Будет меньше Привлекать Внимание За счет Естественно Того же Крепежа Груза То есть Если вас Уже хотят На полный Контроль Посмотреть Ваш груз То Остановят Тент А не Рев Вот Ну Я тоже Думаю Небольшое Преимущество У рев Есть По поводу Северной Более Работы Рев Некоторые Фирмы Не все Более Ездят В глубокие Жопы Так сказать Вообще Просто Куда-то Там Вот эти Нордкап Мехам Берливок Варду Ватса Тенты Туда Ездят Очень Редко Крайне Редко Даже Я бы так Сказал Вот В нашей Компании Например За весь Прошедший Год Туда Вообще Никто Не ездил Ну Вот Ну И Рефы Не все Я говорю Что Не все Туда Ездят Компании Но Вот Там Например Сауи Ларс Прим Кто Там Еще Кого Я Видел Ну И Раз А Анрака По Моему Ну В общем Есть Компании Которая Вот Ездят Именно По Самым Таким Краям Конечно Это Увеличивает Процентное Соотношение Надевания Цепей По Отношению К Тенту Ну И Вообще В целом Как-то Так Вот Где-то Что-то Видишь Рефы Больше Надевают Цепи Возможно Что Когда Загружают Еще Рыбу Не Могут Особо Сыграть Каким-то Грузом То есть У них Стандарт Загрузили 30 Например Палет Или 33 Палета Или Опять Таким В больших Этих Ящиках То есть До конца Самого Поставили Ну То есть Особо Весом Ты Не Разгуляешься Ты Не Можешь Там Например Спереди Больше Загрузить Там Сзади Поменьше Чтобы У тебя Была Больше Нагрузка И Получается У них Вес Стабильный Вот За счет Этого Возможно Они Чаще Надевают Цепи Вот Так Все Ребят Я не знаю Что еще Добавить Про Рефы В принципе Для меня Обозначу Да Давайте Так Для меня Обозначу Конечно Самая Главная Проблема Это Заеду Я Сейчас На Границу Чтобы Поставить Начало Страны Швеция Да На границе Вас Тоже Могут Проверить Четенько Загнать Вон В такой Бокс И Разобрать Вас Там По Запчастям Значит Для Меня Самое Что Врех Врех Отвращает Это Естественно Движение Ночью И Вот Этот Сбитый График То есть Мне Больше Нравится Когда Суббота Воскресенье Ваши Будние Вы работаете Выходные Вы отдыхаете Ночью Вы спите Днем Вы работаете То есть Да Я думаю Здесь Это Каждому Понятно Ну Это Самое Основное Мне Даже Если Мне Там Предложат Насколько Это Там Больше Там На 20 На 30 На 50 Евро Больше Зарплату На Рефе Я Все Равно Не Соглашусь Вот Только Из-за Этих Факторов На Тенте Вы Спокойно Входите В Режим И Работайте Ну И Давайте Перейдем Тогда Уже Раз Я Начал Про Тенты Перейдем К Тентам Мы Пересекаем Границу Со Швецией Погодка Шикарная Минус 10 Все Отлично Ну Значит Тенты Ребят Все Понятно В Принципе Да Мы Из Минусов Рефа Берем Плюсы Тента А В Основном Вы Всегда Выходные Выходными И Притом Что Еще В Скандинавии Плюс Чего Что У Вас Например Как В Европе Любят Да Все Там 24 45 24 45 24 45 В Скандинавии У вас Может быть Выпадать 45 Каждую Неделю В Зависимости Конечно В Какой Компании Вы Работаете Где Вы Работаете То Есть Вот У Нас Даже Здесь В Практически да и крышей да и всего для меня лично это не минус для меня это плюс это хоть какая-то физическая нагрузка просто я вспоминаю риф и это вот все вот это вот по сиденье да там раз в месяц и там по лето эти потаскаешь по прицепу но все в лучшем случае и все а все остальное время ты физически полностью не активно здесь да здесь бывает каждый день ты что-то там открываешь закрываешь перекрываешь одену я свои очки крутые таких нету ни у кого только у меня а вот значит для меня это плюс все то есть физическая какая-то хотя бы есть активность чем у нас на подъеме скользота есть или нету нет идет хорошо у меня тягач очень даже уверенно на полном я бы сказал бы расслабоне значит грузы тоже например но опять-таки я говорил что это только от меня все идет грузы более интересные на тентах на рефах более у вас однообразие такое там фрукты какие-то вам там загрузят рыбу там еще что то там то есть ну вам особо ничего такого интересного не загрузит на тенте я возил трактора снегоходы квадроциклы строительная всякая херня какие-то станки какие-то ну в общем есть на что посмотреть просто ради как бы ну ради не просто интересно хотя бы опять таки разные способы крепления груза тоже интересно для развития поэтому для меня это не минус вот собственно по тентам все наверное значит по тентам по работе по северу я сказал да что тенты там точечно ездят они все там севера не облазят и в такие очень жопы полные то есть они не заезжают более в в такие глухие места они заезжают на западе на западной норвегии вот как у нас например там выгрузки в горах там в горнолыжных курортах там в каких-то еще где-то вот это вот более да тут конечно красотища тоже надо где-то найти место на фоткать погодка этому позволяет конечно делать вон паркинг вижу какой-то тормозну или я еще чуть-чуть дальше проеду там еще какой-то подъемчик идет до проедем и еще подальше чуть-чуть то есть я как считаю что на тенте работа более интересная вот как-то так ну а вы пишите свое мнение по этому поводу значит реф с боковой загрузки и кири или еще какие-нибудь могут быть фирмы я не знаю я и работал только секери что-то не знаю я Ляпота, да, ребят, ляпота. Я даже забыл, о чем говорил. Ехал сейчас, смотрел, смотрел. В общем, я думаю, всем понятно в целом, да? А, какое в целом понятно? Про Экере я рассказывал. Во. Итак, боковая загрузка у нас. И в основном грузится сборняк какой-нибудь на север. Ну и с севера вы идете с рыбой. Мне очень, так сказать, знаете, двоякое только мнение о этом прицепе. Вроде бы он и такой прикольный, а с другой стороны он нифига не прикольный. В общем, ремни в нем тоже крепятся. Я, наверное, вам, не знаю, примерно иду или не иду. Ну, там по обе стороны прицепа идут такие канавки, в которые вы вставляете специальные ремни. То есть груз там крепится. Вам грузят всякое барахло, вы также крепите их ремнями. Ну, конечно же, когда вы везете рыбу, вы уже не крепите это барахло. Ну, и могут вам все грузить, кроме верхней загрузки. То есть я думаю, здесь это каждому понятно. Все, что можно засунуть сбоку, вам засунут в него. Вот и все. Ну, и плюсы его, конечно, есть на севере на загрузках. Когда вот вам ставят палеты назад прицепа и вы их волочете куда-то, то вы уже сбоку можете... Вам не будут сразу выставлять все, а вам вы часть дверек закрываете, выставляете палеты, опять закрываете, выставляете, закрываете, выставляете. Чтобы вы потом в итоге смогли закрыть все свои двери боковые. Минус боковых дверей, они требуют тщательного постоянного обслуживания. Малейший что-то где-то ролик или еще что-то вылетел. Все, это реально проблема. У вас не будет оно ехать и все остальное. В нем существует такой же минус, как и в тенте. Вот. Минус тента и рефа с боковой загрузкой это ветер. Нужно выбирать правильно расположение тягача при выгрузках-загрузках, когда у вас херачит боковой вам ветер. Если у вас этими дверями, они тяжелые, если у вас их шибанет, то шибанет вам хорошенько этими дверями. На тенте как бы проблема в том, чтобы закрыть его. Да, там бывает сложно встать, нет возможности встать, и вы открыли бочину, не можете ее от ветра затянуть. Да, такое есть, это его минус. Огромный минус. Но, опять-таки, немножко уже поменяв положение, вы сможете что-то сделать. У меня была на севере ситуация, что я выгружался, прямо получается, какая-то маленькая фирмочка надо было, и там пару ящиков выгрузить. И, то есть, я стоял на остановке, на дороге. Там негде было подъехать к этой фирме. То есть, естественно, в одном положении. И все, у меня как двери открылись от ветра, я просто успел отскочить, когда они полетели. У меня не выдержали, там есть такие как бы фиксаторы, которые держат их. У меня вырвало нахрен от ветра этот фиксатор, и в обратную сторону эти двери все улетели. Я их потом кое-как закрыл, то есть, механизм у меня вырвало, слаживание, я их закрыл и стянул ремнями, чтобы доехать до базы, до ремонта. Вот как-то так. И они еще, опять-таки, их тщательно нужно вымывать, как после рыбы, когда у вас рыба текла. Вот эти вот все канавки боковые, очень как все хорошо засирается. Если вы на некачественной мойке несколько раз помоетесь, там это все где-то поприсыхает, и оно будет там просто регулярно вонять. Там куча этих резинок в дверях, везде между дверях. Это все требует просто очень хорошей мойки. То есть, обычный реф проще гораздо вымыть, чем реф с боковой загрузкой. Ну и, конечно же, по тентам, да, добавлю. Опять-таки, тоже ситуация, если у вас прицеп постоянно прицеплен к тягачу, вы его не меняете, вы за ним следите, вы вовремя знаете, где что подделать, делаете, у вас все работает, это приятно. Когда вы на перецепах каких-то, или меняете прицепы часто, и вам эти попадаются добитки, крыша там, например, вам надо крышу сдвинуть, она не сдвигается. Вы просто запаритесь так, у вас будет болеть все, пока вы ее сдвинете, да, там сдвинете в итоге. Вот. Но заколебетесь. Конечно, тут минусы присутствуют. Как я мог упустить такой самый важный момент, что зарплата на рефах больше, чем на тентах. Вот так. Колесо мое переднее перестало крутиться. Кто смотрел предыдущее видео, то я о нем уже рассказывал. Ситуация, которая произошла вчера, она у меня так же само заклинила. Я стер себе колесо, и у меня вылез даже корт. Наша задача сейчас найти энергоаккумулятор. Так, энергоаккумулятор у нас вон там, сверху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, друзья, предыстория была такая, вчера, как и в последнем видео, да, я пересек границу и двигался в сторону Швеции, точнее по Швеции уже, было минус 15, минус 17, я заехал в магазин, я даже тягач не глушил, быстренько сбегал, прибежал обратно, и мне нужно было делать паузу, я думаю, проеду до какого-нибудь кармашка, чтобы на стоянке для магазина никому не мешать, выехал с магазина, успешно при том, доезжаю до кармашка, останавливаюсь в кармашке, буквально секунду, я смотрю, что интернета вообще нету, думаю, блин, как-то ж фильм надо смотреть под обед, и я выезжаю с кармашка, и метров 100-200 у меня стопорится колесо, и я понимаю, что, ну, ни туда, ни сюда, но едет, едет, я немножко по дороге так вот поповорачивал, ну, ну, тягач управляется, то есть, так, и ищу следующий кармашек, чтобы остановиться, потому что, если бы я остановился на дороге, буквально могло бы, не досчитать, я мог бы до 5, как приехала бы полиция, кто-то встречно, любая машина вызвала бы полицию, тем более в тех местах, морозных, так сказать, там очень быстро на это все реагирует, я просто вообще от солнца ничего не вижу. Во. И полиция приехала бы, посмотрела бы, что у меня не крутится колесо, вряд ли бы мне кто-то дал бы, то есть, здесь такое, если бы, например, ну, как на кого нарвался бы, но 80%, что меня бы никто к тягачу не подпускал бы, чтобы я там что-то ковырял, лез под тягач, крутил, словил я хорошего камешка, сейчас со встречки прилетело. Ну, в общем, все идет к какому-то, блядь, к концу просто, я не знаю. Так, ну как у нас без переднего тормоза одного? Нормально, жить можно. Так вот, что они сразу вызвали бы викинга, и тут уже цена вопроса исчислялась бы в тысячах. Меня бы потянул у викинг до ближайшего сервиса, они бы растормозили мне колесо, и потянули бы меня до ближайшего сервиса. Ближайший сервис где? В скрифтее, 200 километров. Вот, прикиньте, викинг бы тянул меня 200 километров, то есть, на ровном, считайте, месте. Поэтому я тянул до кармашка, так как была такая возможность. На, у меня такое чувство, что у меня еще какое-то колесо где-то не крутится, потому что у меня не едет тягач. Или тут реально такой гололед, прям минус 13. Наверное, все-таки на поворотике был гололед небольшой. Значит, когда у вас перестает крутиться колесо, вам выбивает ошибку на АБС. Будь это прицеп, будь это, если у вас опять-таки исправный АБС, он не заглушенный, то вам выбит ошибку на АБС. Ну и плюс, конечно же, в зеркалах, на поворотах, на кольцах можно посмотреть на это дело. В общем, я тяну до кармашка, смотрю первый кармашек перед горкой. Я думаю, нет, надо тянуть в кармашек, где я нормально. Во-первых, будет пошире, потому что кармашки очень узкие, вот даже уже, чем вот этот сейчас был. Я уже протянул, короче, я километра 3, наверное, 5 может быть, до кармашка. А дорога была лед, не такая, как здесь сейчас, вот асфальт, да, виден. Я думаю, блин, да ничего вроде бы не должно быть. Но по факту, вот когда я остановился, я увидел, что протер просто, стер протектор. Что дальше, значит, только я остановился, затянул ручник, все, опять у меня не крутится колесо. То есть, и потом, я уже в дальнейшем понял, как только я затягиваю ручник, у меня сразу же оно не крутится. То есть, мороз в местах падал до минус 7, у меня также ничего не работало. Все, сегодня утром я проснулся, пробовал, пробовал, пробовал. А, вчера, да, на стоянку, как только я приехал, просто сразу на автомате у меня щелк, я ручника клац и затянул. То есть, все. Какой вариант был, как я думал, ехал до стоянки, думаю, сейчас я остановлюсь. То есть, машина, если не будет катиться ни назад, ни вперед, я выскочу и заблокирую прицеп. То есть, точнее, в начале с кнопки здесь, в кабине, я его заторможу, и потом пойду выдерну кнопку, то есть, и все, спокойно буду спать. Вот. Но я забыл про это, и, то есть, затянул ручники, все, с утра я минут 10 пробовал манипуляциями разными, то тормозы, ручники тут нажимал, переключал. В общем, ничего не помогло. Я пошел, выкрутил болт этот на энергоаккумуляторе. Ну, и, конечно же, благо всему, что у меня вес практически равен нулю. То есть, 3 тонны, это никак вообще не влияет практически на переднюю, тем более, ось. И вот сейчас я еду в режиме поднятый ленивец на прицепе и поднятый мой ленивец, естественно. За счет этого у меня нагрузка с передней оси уменьшена. Я вчера экспериментировал, если я опускаю ленивца на тягаче, то нагрузка, естественно, увеличивается. У меня начинается большая вибрация, начинает еще больше его долбить. Потом на базу мы едем, то есть, мне нужно спуститься на выгрузку, это 800 километров еще. Вот. И мы будем рядом с портом, что-то там, возможно, загрузят или прицеп какой-то груженный. Ну, скорее всего, загрузят, потому что и прицеп нужно на ремонт. То есть, всю сцепку нужно гнать на ремонт. И мы будем выбираться на Эстонию. Ну, и с Эстонией я уже домой с закончившейся визой. Так, ребят, отъехал я чуть подальше, где поменьше мороза. Я не знаю сколько, но комфортно. Я тут пока разложил инструменты, подготовился. Что мы будем делать? Мы это колесо, так как мост у меня подъемный, и в данный момент он у меня не задействован, я снимаю это колесо и ставлю его наперед. У нас не совпадают параметры. Это 50 пятка, там 60 пятка. Ну, вариантов других нет, это лучше, чем ведущий я поставлю. По крайней мере, я сохраню ширину колеса. Сюда я его назад, 65-ку, наверное, не смогу поставить, так как когда ведущий ос подымается, он подымается впритык сюда. Вот. Мне придется снимать запаску мою, которую я снял. С этого прицепа в предыдущем видео. Так. И поставить ее сюда. Вот, собственно, такой план. Геморройный. Ну, вроде как, самый оптимальный. Все, поврежденную эту самую запаску ставить я не рискую, так как все-таки еще путь не близкий до базы. И рисковать я не буду. Тем более, переднее колесо, если переднее колесо бахнет, то, мама, не горюй. Вот это вот все полетит в тартарары. Фу, что ж. Значит, я только что догнал, когда вывернул колесо, что энергоаккумулятор у нас вот здесь, что мы просто можем вывернуть колесо и выкручивать этого болта. Поэтому вот кому-то будет урок, и мне в том числе. То есть, ну, с передними колесами я вообще никогда не работал ни с энергоаккумулятором, ни с чем. Ну, и как-то по привычке поперся под машину, в общем, какого-то хрена. Ну, вот так получается у вас такой доступ здесь, если вы вернете колесо. Все, первым делом я махну местами запаску с прицепным колесом, вот. Ну, и потом займемся тогда уже передним колесом. В общем, вот я открыл первую дверь с горем пополам. И сейчас вторую. Видите, вот она, тентовая проблема. Постоянная вот эти вот в зимнюю погоду ручки. Но, по крайней мере, у меня они просто под снегом, и поэтому они вроде как открываются. Так, аккуратно надо. Во как. Чего я сюда полез? А, вот мой груз козырный. За доской я сюда полез. Подушки спустил полностью до конца. Сейчас подставлю домкрат. И поднимем мы нашу... Нашу ось. В смысле, не поднимем, а... Ну, все правильно, в принципе. Мясорубка не заменима. Незаменимая штука, конечно. Это вещь конкретная. Так, последний у нас болтик. Гайка, точнее. И... Фу. Все. Баллоник у меня тоже не в лучшем состоянии. Пережил он, наверное, блокаду Ленинграда. Но когда тоже принимал, смотрел, как-то не додумался посмотреть внутрь его. Но на будущий урок в следующий раз буду смотреть, чтобы баллоник был хороший. Пошло отлично. Все, хватит. С прицепами, конечно, колеса менять гораздо лучше. Вот передком придется мне... Фух. Повозиться. Все, что мы? Снимаем колесо и потом снимаем запаску. Скинули мы запаску. Сейчас я ее сразу назад ставлю. Мы закрываем вопрос с прицепом. Идем мы с передним колесом бороться. Мясорубкой при закрутке болтов ни в коем случае не пользуйтесь. Лучше проедьте и потом перетяните, потому что можете посрывать нахер шпильки. Первое, что нам нужно сделать, это снять колпачки. У меня специальные клещи есть. И колпак. У нас найти нужно два болта, которые держат колпак. Вот один, значит, напротив второй должен быть, да? Вот. Вот второй. Вот такими мы зажимаем сейчас. Сирургическими. Удалим это дело. Постараемся мы ничего не поцарапать. Как понимаете, что сюда мясорубку-то я уже не вставлю, пока не сниму колпак. Отлично. Вообще налегки. Я думаю, их вибрации уже расслабило. Ну вот и второе пошло. Эти колеса нормально пойдут, потому что их же меняли перед зимой, поэтому они, как бы, в принципе, не так давно и меняны. Так, ну что, колпак у нас в теории... А-а-а, блин, здесь четыре их. Вот еще один. Ну, я так понял, да? Или он тут везде прижатый? Ну, не может быть такого. Здесь, в Каней, вот эта вот часть, все снимается. Я отстегнул эти замки, но здесь внутри еще отсюда нужно выкручивать эти самые болтики. Я, короче, не стал заморачиваться, так как это дело давным-давно здесь все стоит и не снималось неизвестно сколько, я не стал, в общем, рисковать. Теперь выкручиваю колесо, чтобы подставить домкрат. Принесло нелегко, румынные решили здесь убьючить, а вот мне здесь они вообще просто не на руку. Ну, это кастомс, я надеюсь, до меня они не доеблются. Пока двое пошли проверять у него прицеп, третья девушка полезла к нему в кабину. Вот так. Кастомс эти. Ходят по всем машинам. На данный момент остался я один. Меня пока прошли мимо. Я стал дальше ковыряться, я не стал тут ничего прикидываться дурачком, что я все сделал. Дальше ковыряюсь, что-то спросят, что-то спросят. Тахо у меня на молотках, поэтому мне париться нечего. Ох, так, 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 так. Первый, есть. Четыре держат первый. Вот оно что, все-таки. И второй. Куда бы мне их еще положить? Вот такая вот, ребята, здесь штука. Да уехали. И мне аж прям легче стало. Так, перчаточки, наверное, пора мне менять. Не выкидывать, а просто поменять на сухие. Но это зимние. Вторые у меня сухие, они у меня полегче. Поэтому пока еще я чувствую просто, что влажно. Начинаешь только переставать двигаться и возникают проблемы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диски за них заходят. Все, значит, отлично. Короче, зажимаем, снимаем с домкрата. И сложить еще запаску на место. Вот он, верьте, с мясорубкой. Что-то я сразу не допер. И все удобно закручивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работенка готова. Все, собираю манатки. Колпаки я не ставлю сюда наперед. Буду еще перетягивать, останавливаться. И погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, тронули? Ну, сейчас выйду на асфальт и пойму, есть ли какая разница или нет. Итак, на все про все у меня ушло 3 часа 15 минут. То есть, вот, 3.15 это было, когда я сел уже в кабину и включил камеру. Выезд, конечно, здесь так себе. Ну, придется в наглую влазь, потому что здесь стоять до вечера я тоже не намерен. Как бы машинка... Далековато, но... Еле со стоянками. Налить выезд на дорогу сложно. Машина легкая. Ну, вот все. Что я могу добавить? А, как едет машина. Явно лучше, чем было. Руки у меня не трясутся, потому что у меня уже начинала потиху голова трястись. И явно ее с меньшим высотой протектора, высотой колеса, да, ведет, если руль отпускать, ее ведет в правую, получается, сторону. Ну, вот сейчас до 80 раскачегарюсь. Все, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии и пишите свои вопросы. Все. Увидимся в следующем видео. Всем пока.